Я никогда раньше лекцию на эту тему не читал. И то, что я вам буду рассказывать, я не жрец, поэтому это мне не по наследству досталось. Это вот результат моих наблюдений, моих исследований. То, что можно вытащить из эпиграфических данных, из того, что я слышал, из того, что я где-то читал. Поэтому вот так. Это моя точка зрения. Ну ладно. Начнем вот с чего. Называется ведизм. Как вы знаете, это название сохранилось в Индии. Возникает вопрос, почему в Индии? Ответ очень простой. Индия, ее народ, когда-то жил на севере. Есть такая книга Тиллока о том, что действительно индийцы пришли из северной страны, причем из очень высоких широк, где день и ночь продолжались по полгода. Но вы можете себе представить, где это примерно на широте северного полу. Когда-то там действительно была, ну не страна, а достаточно большой остров, он и сейчас существует. Этот остров называется Гренланд. Ну, у меня отдельно может быть лекция по гипербореи, потому что у меня достаточно много материала, я на этом не буду заострять внимания. Просто хочу сказать, что все школьники в Индии изучают их древний язык, санскрит. И я работал в университете дружно-мородов. Там очень много студентов из Индии. Вот как только они попадают в Россию, они говорят, вы русские говорите на санскрите. Вот это их поражает. Что мы до сих пор говорим на их древнем языке. Но, сами понимаете, это не мы говорим на их древнем языке, а просто наш язык сохранился, а их язык ушел вперед. Но, к сожалению, мне не очень нравится, когда языки идут вперед, они много утрачивают из того, что было раньше. Но вот, когда у нас бывают занятия по русскому языку, я показываю, что, допустим, в русском языке очень много мягких согласных. И за ними следует сгласный, которое совершенно неправильно мы называем ютированным. Мы им пишем, допустим, я, де, дё, ю. Но они произносят, скажем, я так и произносятся. Ё, а, я. А вот если вы напишите слово ля-ля, то вы произносите не ля-ля, а вы произносите ля-э. Вот это э. В других языках, ну, может быть, в тюркском еще есть, в других языках практически нет. Ну, очень редко где есть. Вы, знаете, вот попросите англичанина сказать слово тёть. Что он вам скажет? Тёть-я. Он не может сказать ни тё, ни тя. Понятно? Вот. Но это еще раз повторяю. Это не ё и не я. Это звуки э и а. Согласны с этим? Фонетика на этом не заостряет, понимаете? Это я для чего говорю? Вот именно эти звуки очень тяжело передать другим языкам. А это, кстати сказать, отличие. Вот все те языки, которые сейчас считаются древними, скажем, латынь и греческий, они вовсе не древние. Точно так же, как и хинди. Точно так же, как и санскрит. Это языки не очень древние. Самый древний – это русский язык, как это ни странно. И у нас тоже искаженная точка зрения. Нам все время говорят, что вот сначала был старославянский язык, из него отточковались многие славянские языки, и в числе разных славянских языков русский язык. И даже рисуют такую ромашку, и в центре ромашки, как ни странно, пульский язык. Хотя, с моей точки зрения, поляки отчетливо пишут, когда латинизированное название Польши написано «полония», то это от русского слова «полон». «Полон», как вы знаете, это плен. То есть, когда-то в средние века процветала работорговля, и очевидно, там были невольничьи рынки, и вот все те, кто попал в плен и там осели, вот они стали поляками. У поляков есть одна особенность, у них носовые звуки, примерно такие же, как во французском языке. Скажем, там книжка по-польски будет «кшоншка», я не знаю, как вам нравится, «кшоншка», вот это «ан», «румка», ну и так далее, «зунг». Ну вот, да, ну, русским, которые специально этим не занимались, очень трудно выговаривать. А был у нас такой профессор Востоков в XIX веке, который решил, что в старославянском языке «юс» обозначают носовые звуки. Я в этом не уверен. Но, тем не менее, значит, зачем всем славянам иметь носовые звуки? А вот, если вы хотите их породнить с западноевропейцами, тогда... Но западноевропейцы все более молодыми языками обладают, и им очень трудно вот эти вот гласные воспроизводить. Но это так, к слову. Значит, вернемся к слову «ведизм». Надо ли его переводить? Слово «веды», как вы знаете, одни и на хинди современном, и на русском звучат одинаково, и вполне понятны. Более того, Индия по-индийски называется «бхарат». Если вы понимаете, что «бхарат» – это просто без придыхания, это получается название «бхарат». Вам переводить надо на русский язык? Просто, чтобы вы знали, да? А Индия – ну, это «индо», ну, что-то там, да? Вот где-то, да. Ну, мы же не называем «бхарат». Они сами себя называют. И вам понятно, чьим братом является Индия? Да. Вот, значит, там сохранилось это. Почему там сохранилось это? Я вам хочу напомнить, что Восток для Запада был очень долго недосягаем. То есть получилось так. Когда был Рюрик, Рюрик овладел всем земным шаром, у него была держава на всей планете. Ну, а позже, спустя примерно 300 лет, опираясь на католицизм, Римская Индия постепенно начала завоевывать всю Западную Европу. И где-то с 12 по 14 век она это смогла сделать. Потом начала завоевывать Восточную Европу. А вот туда дальше руки не смогла протянуть. Сами понимаете, большие расстояния. Флоту туда очень далеко ходить. Ну, и единственное, когда начали куда-то ходить, это после эпохи Великие Географические Топы. Но, опять-таки, не очень их тянула Азия, их больше тянула Америка. И, как вы знаете, колонизоваться он взяла, в первую очередь, Америка, которая получила название Новый Сирий. Ну, он, конечно, не новый, но вот для Западной Европы он был новым. Ну, и Западная Европа поднакопила очень большие богатства. Почему? Ну, как вы знаете, больше всего в этом испанцы преуспели. Они брали золотые статуэтки различных народов, переплавляли их в чистое золото. Ну, представь себе, если мы сейчас возьмем золотые украшения из музеев, и из них будем делать слитки золота. Понимаете, что любая статуэтка дороже раз в 10, чем золото, как материал. Но, тем не менее, их же не интересовала чужая культура. Да, а их интересовала просто металл, как деньги. Да. И за этот счет они несколько столетий жили прекрасно. Ну, вот была Испания, потом, как вы знаете, вылезла сначала Голландия, ну, а потом Великобритания. Ну, и, к сожалению, Великая Армада была более затоплена в основном, и получилось, что Британия владычет с морей. И до Индии они дотянулись только в 19 веке. Понятно, да? Достаточно поздно они стали колонизовать Индии. Поэтому все, что вот там сохранилось, они уже истребить не смогли. И они стали считать, что это, ну, просто древняя индийская культура. Чего бог с ним. Но, к сожалению, ведизм очень снабжен фантазией. Ну, в общем, как любое народное творчество. Вот если вы когда-нибудь изучали народное творчество, там есть такой термин циклизация. Что такое циклизация? Вот, допустим, война. И 10 воинов. Один воин, скажем, убил 10 человек, другой убил 5 человек, третий убил 7 человек. Ну, в сумме они убили 20 человек. Потом получается, что вместо 10 воинов становится 5, потом 3, 2 и 1. И ему все это приписывается. Получается, что он один, там убил человек 50. А потом и этого, кажется, мало. И потом еще. Он не 50, а 500 человек. И что он герой. И вообще он полубог. Понятно? То есть, вот такое свойство народного творчества. Что то, что было раньше, оно не просто воспроизводится один к одному. А вот идут переносы с одного главного героя на другой и так далее. Переписывается от одного к другому. Более того, я, к сожалению, нечто подобное заметил и в современной науке. Вот наши предки русские, у них был военно-воздушный флот. Военный, прежде всего. Да, гражданского у них не было. Но они продукты высокой городской культуры приносили в гарнизоны. А гарнизоны были распределены везде, по всему земному шару. А сейчас диву даются, да, скифы, скифы в такие изделия, как, о, как же так, земледельческие, даже не земледельческие, а скотоводческие народы. И вдруг он делает такие потрясающие изделия, что современные ювелиры не могут повторить. Как это так? А это продукт не просто городской культуры, это продукт мировой столицы, Великого Новгорода. Мало кто сейчас знает, что Великий Новгород был мировой столицей, причем культурной столицей. Вот Петербург сейчас занимает это место, да, вот когда был Великий Новгород, ваш, в общем, сосед, соседняя область. Но у археологов такое правило. Где нашли, значит, этому этносу и принадлежит. И вот отсюда фантастические успехи Древнего Китая, которые он никак не может повторить. Ну, допустим, Великая Китайская стена протяженностью 9 тысяч километров. Вот когда начали считать, сколько нужно просто камня, чтобы выложить. Вы представляете, в горах 9 тысяч километров, ну и ширина-то вот шли, через этой комнаты. То есть там конница могла ходить по этой комнате. Там башни были, башни это храмы. Вы представляете, оборудовать храмы там через каждый, допустим, километр или два. Это сумасшедшие деньги, это сумасшедшее время. А это существует. Причем бойницы почему-то направлены в сторону Китая, а не в сторону России. Хотя вроде говорят, что это Китай отгородился якобы от России. Но вы понимаете, информационная война велась и тогда, она ведется и сейчас. Короче говоря, получается, что народы, там, чуть ли не папуасы, да, они в древности такие дела делали, которые они не только сейчас не могут сделать, сейчас даже народы на высочайшем уровне культуры повторить не могут. Как это может быть? Ну, вы согласны, что археологи нас просто уводят за нос. Ну, опять-таки, почему они уводят за нос? Археология сложилась в 19 веке и сложилась она как раз в этих странах. Она, в первую очередь, возникла во Франции, потом она распространилась на Испанию, потом на Германию. Понятно, да? Ну, и то, что было тогда, вот, как вы знаете, ну, это вот как бы у них, ну, как ребенок рождается, вот с чем он родился, в основном это у него и остается на всю последующую жизнь. Так вот, археология, она вот такой родилась, вот так она и считает, где нашли, этому народу принадлежат. Говорят, простите, но этот народ тут всего 300 лет живет. Не важно. Это все не важно. Ну, вот, сегодня я смотрел, уже мы здесь в Петербурге были, значит, показывали географы пустыни Наска. И вот там жило американское племя Наска и начинают рассуждать, как это они все делают. Да не Наска это все делает. Вы понимаете, когда у вас размеры изображения во много километрах, вы даже окружность не можете сделать, у вас просто линия не придется на ту же точку. А вот если у вас есть летательные аппараты, уже нет проблем. Будет коррекция постоянная, тут левее, тут правее, тут обогни. То есть, понятно. Но этого не было у древних жителей Америки. Зато у гарнизона военного Рюрика это все было. Понятно? То есть, это принадлежит вовсе никаким не индейцамоментам. Точно так же статуи острова Пасхи. Как только вы посмотрите там подписи по-русски. Я когда прочитал, я просто обомлел. Я всегда привык, что на самом деле это все написано непонятно на каком языке. Даже придумали такой язык ронго-ронго. Вот. Ну, простите. Вот тут у меня лежит книжка, где я это ронго-ронго прочитал по-русски. На самом деле, что приняли за ронго-ронго? Лигатуры русских букв. То есть, вы понимаете, вот вы одну букву берете, на другую накладываете, на третью накладываете, и у вас какой-то общий контур получается. А общий контур может быть просто совершенно на зверушку похож или еще на что-нибудь. Но художники фантазировали, поэтому они специально так буквы друг с другом склеивали, что получался какой-то лик. Но если вы каждую букву прочитаете, это будет русское слово. Вот, пожалуйста. Итак, значит, когда мы переходим к лидизму, мы не будем ориентироваться на Индию, а давайте смотреть, что до нас дошло, что можно прочитать в надписях. Мы переходим к следующему слайду. с моей точки зрения русские почему-то все считают, что это прежде всего вера. Я с этим не согласен. Вера это, на мой взгляд, в четвертую очередь. Прежде всего это мировоззрение. Далее мироустроение, миропорядок. Это организация земной жизни, это непременно связь с родственниками и очень высокий уровень культуры. Ну, а чтобы все это в полном объеме рассмотреть, давайте по очереди. Итак, первый у нас мировоззрение. Человек часть природы, а не ее хозяин. Что из этого выходит? Когда вы вредите природе, вы вредите кому? Прежде всего себе. Понятно? Нам не надо обнудевать. Вот, может быть, вы помните, у Мичурина был такой лозунг, мы не можем ждать нилости от природы, взять их у нее наша задача. Вот это явно антивидийский лозунг. Мы не должны насиловать природу. Иначе природа нам ответит и ответит так, что мало не покажется. И всякий раз, когда мы что-то делали, всегда природа мстила. Ну, вот, я один пример могу привести. Значит, в 90-х годах я ездил на конгресс в столицу Узбекистана, в Ташкент. И вот нас привезли в одно место под Ташкентом. И что такое? Ну, вы представляете, вообще-то это там степь довольно сухая. Там масса есть каналах типа арыков, которые подводят воду. Так вот, им показалось мало той воды, которая подводила. Их все больше и больше. Потому что вы помните, там хлопок выращивали, там лис выращивали и так далее. И началось затопление и заболочивание. Вы представляете себе заболотить сухие места. Значит, с одной стороны появились какие-то там комары, там вообще вот это вот все, что связано с водой. С другой стороны было Аральское, оно называлось море. Теперь вы знаете, да, что из него осталось. Да, вы, может быть, видели этот пейзаж. Вот степь и стоит корабль, уже, так сказать, наполовину развалившись. Все, вода ушла. В меньшей степени то же самое и происходит с Каспийским морем. Ведь Каспийское море и Аральское море, когда-то это было одно море. Ну, в то время оно, по-моему, называлось Герканское море. Значит, оно выглядело примерно как кобура от пистолета. То есть, вот сейчас тоже, ну, напоминает морского конька, а вот теперь представьте себе, оно простиралось, простиралось, но в вашу сторону вот так будет, да? И вот оно вот как кобура лежащая. Представляете? И вот это Аральское море, это была просто часть этого Герканского моря. Все усыхает. Отчасти в этом и люди виноваты. Но это я вам просто говорю, вот климатически изменил. Слава Богу, что мы в свое время предотвратили, наши ученые предотвратили переброс столько рек. Ведь хотели, чтобы реки не в Северно-Ледовитый океан впадали, а наоборот текли в обратную сторону. Представляете, какие вы были климатические изменения, биологические изменения и так далее. Да, если это нам технически под силу, это не значит, что мы должны быть такими безмозглыми, чтобы вот делать такие эксперименты. Согласны вы с этим? Вот. Значит, вот это я вам немножко пояснил, что будет. Ну, а что касается сейчас воздействия вот этими генетически модифицированными продуктами, это ужас, да? ГМО. Вот есть несколько фирм, которые все время пропагандируют, ну, там, и Валар, там еще ряд других фирм, и лекарства, и детское питание. Поскольку ГМО-продукты гораздо дешевле, чем остальные, их везде судят. Целью. Но это жуткое воздействие, когда на лабораторных ушей подействовали генетически, как вы знаете, у них, во-первых, репродуктивная способность резко снизилась. Второе поколение вообще практически бесплодным стало. Но и в первом поколении начались онкологические заболевания. Вот что нас ждет. но, видите, всячески эти сообщения, они всячески изымаются из интернета, считается, что это лженаука, вот генетика, это наука, а вот это вот лженаука. Значит, вот я вам просто проиллюстрировал первое положение. Второе. Взяв что-то у природы, нужно ее поблагодарить, а затем восполнить. У нас до 19 века обязательно была благодарность. То есть, если вы что-то у природы взяли, поклонитесь ей, поблагодарите ее, что природа вам это дала. А дальше постарайтесь восполнить. У нас сейчас, посмотрите, какая у нас жуткая вырубка леса. Причем не только у нас. Вот мы были с женой несколько лет назад на Украине, особенно в Западной Украине, там, где Карпаты. Карпаты сейчас лысые. Когда-то они были все в лесах. Сейчас почти все там вырубили. Но, заметьте, это единственный вид деятельности, который еще занимает массу людей. Больше там делать нечего. Вот до чего дошли. Ну, а сами понимаете, если город лысый, если у них нет лесного покрова, значит, там могут быть всякие сели, там, лавины, ну и прочее, прочее. То есть, лес, он сдерживается. Ладно, дальше. Душа столь же вечна, как и природа. Вот, я думаю, это самое сильное отличие русского ловидизма от русского христианства. Ну, христианство у нас не русское, христианство у нас, как вы знаете, византийское. И, если вы знаете, как официально называется наша церковь, не просто аркодоксальная, как она называется? правоверная. Ка-фо-ли-че-с-ка-я. Вы посмотрите, вы видели это название? Ка-фо-ли-че-с-ка-я. Ну, то есть, католичество. Другое дело, что она католическая, не римского образца, а византийского образца. То есть, не западная римская империя, а восточная римская империя. Вот в этом, собственно, вся разница. Что значит душа встал же вечный? Считается, что, когда мы сюда приходим, просто мы, как бы, одеваем новое платье. Не важно, кем мы рождаемся, мужчина или женщина. Но это просто вот некая оболочка, мы в ней живем. Если нас хоронят, то, пока тело не сгниет, душа не может освободиться. Ну и, как вы знаете, в Индии всегда сжигали людей, и в Древней Руси тоже. И археологи имеют два термина трупоположение и трупосожжение. Вот было трупосожжение. Значит, если сжигается тело, то душа может вселиться в новое тело буквально в этот же день или на этой же неделе. Вот что интересно, в Индии лет, наверное, 15-20 назад нашли одного мальчика лет 10, который утверждал, что он недавно умер. Он был крестьянином в деревне, которая совсем в другом конце Индии. Вот так-то звали его жену, так-то звали его детей. Значит, ученый не поверил, стал проверять, нет ли каких-то людей, которые могли бы оттуда приехать, ему это сообщит. Нет, этого нет. он поехал в ту деревню, узнал, что действительно лет 10 назад умер крестьяне, у которого жену звали так-то, детей звали так-то, ну, в общем, все абсолютно совпало. Но, как вы знаете, человек не помнит свою предыдущую жизнь. Хотя есть жрецы, которых специально обучают, чтобы они еще при жизни какие-то делали метки или зарубки, чтобы потом в следующей жизни вспомнить, кем они были и что они делали. Вот, с точки зрения видения. Как вы знаете, с точки зрения христианства мы живем единственный раз, потом непонятный период, когда душа уже, ну, человек умер, душа непонятно где находится и ждет страшного суда. Страшный суд бывает тогда, когда, вы понимаете, появляется человек-антихрист, после этого, значит, появляется, ну, страшный суд начинается и вот тогда судят. Значит, если человек праведную жизнь вел, то он попадает в рай, если неправедно он попадает в ад, потом эпоху возрождения или даже чуть пораньше в средние века придумали в католицизме еще частище. Значит, если вам дорога суждена в ад, но вы уже после смерти решили исправиться, да, то вас могут почистить, направить после чистилища в рай, вот так. Ну, и там вы все века последующие будете пребывать, либо в раю, либо в луру. Ну, вот, как вам сказать, эта точка зрения, она достаточно рано подверглась критицизму, причем в самой Италии. Как вы знаете, Данте Олегьери написал очень интересное произведение, которое он назвал божественное комедия. Вообще, как к божеству можно применить слово комедия? Вот, вы понимаете, заодно это его можно было подвергнуть каине. Более того, что еще удивительнее, он это произведение написал не на латыни, а на итальянском языке. Это вообще из ряда вон. Как это? Какое право? Вот, в общем, эпоха возрождения в этом смысле очень любопытная. Вот, следовательно, если душа человека вечная, значит, зачем человек рождается? Человек рождается для того, чтобы пройти определенный путь и получить определенный опыт. Вот этот опыт он начинает применять в последующей жизни. Поэтому, с точки зрения вегизма, нет глупцов и нет умников. Есть просто люди, которые только-только вот народились или народились там в первые два-три раза, а есть люди, которые уже много раз сюда приходили, и у них уже, так сказать, очень много опыта. То есть, опыт, он пусть не явно передается, но вот он накапливается, так сказать, неважно, вы можете не помнить, как это с вами произошло, но тем не менее, опыт у вас остался. Вот смысл. Дальше. Человек никогда не должен ронять свое человеческое достоинство. Это тоже очень важный вопрос, потому что, как вы знаете, раб вполне может ронять свое достоинство, он себя человеком в полной мере и не считает. Вот если вы вспомните изречение Аристотеля, с его точки зрения, кто такой раб? Раб это просто говорящие животные, не более того. Понятно? Или я хотел бы вспомнить диспуты средневековые, есть ли у женщины душа? Знаете, такие, да? Помните? Удивительно, да? То есть, что вроде как женщина не человек. Ну, как это? Сегодня выдержка из Корана. Женщина, пусть та же самая лучшая из них, все равно в душе змея. Дальше. Человек, существо, общество. Тоже очень важное положение, потому что вот что выше, биологическое или общественное? на шкале ценностей всегда общественное выше, чем биологическое. Поэтому матерью считается не та женщина, которая родила, а та, которая воспитала. Вот это вот запомните, это очень важное вещь. И мать, скорее всего, да? Мать не та, которая родила, а которая воспитала. Ну, а как вы знаете, у животных такого нет. Вот, допустим, рыба мечет икринку, да? Самец оплодотворяет ее, вырастает малек, его ничему не мучит. То есть, вот это чисто биологически влияет. То же самое птица из яйца вылетает. Но птицы немножко учатся, там они летать учатся. Это вот есть. Но опять-таки, я не знаю, есть ли у них такое понятие, птицы всегда ли знают своих традиций. Это вопрос, я не знаю. Честно говоря, я его исследовать тоже не хочу. Пусть биологи идти. Дальше. Общество часть природы. Тоже, мне кажется, это очень важное положение, потому что, хотя общество считает, общественное выше, чем биологическое, но тоже слишком задирать нос нельзя. Вот если мы посмотрим, что есть в биологических сообществах, там очень много интересного есть. Вы, наверное, знаете, вот даже у пчел у них есть матка. Это единственная пчела, которая обладает функцией размножения. У них есть трудни, это самцы, и у них остальные рабочие пчелы. Рабочие пчелы, это, как правило, недоразвитые самки. Да, вот они собирают мед, они строят улей. Но есть и другие насекомые, у которых еще сильнее дифференциация, ну, я не буду опять на этом останавливаться, у них получается так, что у них даже уже и внешне каждая специальность это свой внешний вид, то есть кто-то покрупнее, кто-то поменьше, у кого-то крылья есть, у кого-то крыльев нет, и так далее. Вот вы представляете такая дифференциация. То есть они рождаются уже готовые профессионалы в своей деятельности. Это примерно то же самое, что ну вот кто это мыслит, как на луне люди живут, и вот там значит говорили, что там люди прям рождаются с профессией, значит рождается мороженщик, у него уже лоток мороженого, и он тут начинает продавать мороженщик. Ну и последнее. Последнее мне нравится больше всего история как родовая память людей. Вот у нас эту родовую память стремятся исказнить. Более того, понятие родовой памяти уже слово род исчезает, подменяется другими понятиями, подменяется понятиями этнос, этническая память, ну и так далее. На самом деле люди должны помнить всех своих предков, ну и по-моему в исламе там, я не помню сколько колен надо, то ли семь, то ли сорок колен надо помнить. Ну у нас обычно люди знают три колена, то есть люди знают своих бабушек и девушек уже хуже с прабабушками и с прадедушками, а вот прапрабабушку и прапрадедушку грязь. То есть когда вам дедушка или бабушка рассказывали о своих родителях, а вы были детьми, вам это было страшно, скучно слушать. Совсем неинтересно, интереснее поиграть там с ровесниками или там куклой или еще неинтересно. Вот это я остановился на мировоззрении. так, очень вкратце, чтобы вы себе представляли. Поехали следующее рассмотрим. Мир устроения. Итак, существует три мира. Правь, Явь и Нафь. Ну вы это наверняка знаете без меня. Явь это здесь и сейчас. Нафь это раньше и везде. Как вы думаете, что гораздо объемнее по содержанию? Нафь или Явь? Нафь, конечно. Ну и вы знаете, Навью управляла богиня Мара. Это ее епархия. Что значит везде? Все, что за пределами земного шара, это Нафь, как ни странно. Значит, это царство Мары. Поэтому все космонавты древние, они при каком храме должны быть? При храме Мары. Все умершие при каком храме? При храме Мары. Все, что связано с историей, с тем, что когда-то было, при каком храме? В храме Мары. Более того, вот когда я стал знакомиться с устройством храма Мары, оказывается, в первые годы властвования Рюрика, храмы были очень неглубокого залегания, ну, примерно на глубине там 2-3 метра, не больше. И там обязательно есть маленькая кладовочка, которая называется Сохран. Да, не Гохран, как сейчас называется, да, государственная храничка, Ассохран. И в этом Сохране хранилось то, что воины Рюрика привозили из других стран. То, что уже не существовало, ну, то есть, по-нашему, это музей древности. Это вот как в Петербурге кунсткамера. Петербург, да, вот. Оно с одной стороны удивительное, с другой стороны то, чего у нас нет, а с третьей стороны то, чего и у нас не было, а было где-то в другой стране. Ладно. Что такое правь? Правь – это управление ярью через навь, то есть, через тонкие минжи. Вот о тонком мире я отдельно хотел бы поговорить. Дело в том, что, когда Рим победил Русь, а это, как мы с вами говорили, случилось примерно в XII веке, он стал стремиться истребить русский дух. А что такое русский дух? Вот пилоты Виман управляли ими не руками, а силой мысли. То есть, это было духовное управление. Вот сейчас только к этому подошли, и вы, наверное, знаете, некоторые инвалидные автомобильщики делают так, чтобы они управлялись силой мысли. Но если человек парализованный, как он может? А вот силой мысли, Он думает, налево, автомобиль налево поворачивает. На самом деле, когда человек думает, все равно у него какие-то там мышцы работают, можно снять сигналы с этих мышц и передать их на систему управления автоматически. Так что это, в принципе, технические задачи. Пусть сложные, но вполне решаемые. Теперь дальше. Какова роль тонкого мира? Значит, если мы, наши предки, через мысли управляли сложными агрегатами, значит, какой простой путь борьбы с этим? Во-первых, убрать всех людей, которые способны силой мысли управлять, а во-вторых, это обучение пресечь в корне. Что и сделали. Значит, кто мог управлять силой мысли, если мужчина, он ведун, если женщина, она ведьма. И пошел процесс охоты на ведьм. и костры, да, внести. Все, то есть остались сами летательные аппараты, но не осталось людей, которые могли привести в движение силы и мысли, то есть управляться еще. Понятно? И это продолжалось, как вы знаете, до начала 17 века. Я почему говорю, потому что, как вы знаете, Джордану Бруно был сожжен на площади цветов в Риме в 1600 году. Нормально? Причем так же, ну, тогда не было современных средств массовой информации, но через церковь, опять же, было эти, ну, аналоги были, скажем там, Самбона, говорили что-то. Ну, и такой комический случай, значит, одна женщина поднесла свою стопку дров в костер, он будет святая просто, да? То есть, чтобы он побыстрее сгорел. Жмем. Дальше. Что такое рождение? Переход из Нави в Я. Значит, если мы уже когда-то рождались, то мы в этой Нави и живем. А потом, особенно, когда супруги любят друг друга, к ним перед зачатием выстраивается целая очередь, кто хочет воплотиться именно в будущем ребенке. И вот, когда это совпадает между мыслями родителей и желаниями вот этих вот душ, вот тогда получаются замечательные дети. А если уже залет, значит, и забудрига может в этот момент прийти и воплотиться, да? и кто угодно, и подлец, и клятва преступника. Вот почему говорят, что обязательно должна быть любовь. Это, как вы знаете, самое священное дело, самое сакральное дело. Ладно. Ну, а если бы не было тонкого мира, биологи пробовали это делать, изолировали, значит, можно, да, можно сделать так, что никакое излучение не будет проникать в какую-то область. Что получалось? А ничего не получалось. Развитие организма не происходит. Даже если происходит оплодотворение, все, эмбрион погибает. Выясняется, сколько же нужно из тонкого мира вот этих добавок. Выясняется удивительная вещь. Вот Саль рассказывал эти вещи, что говорит, на самом деле из тонкого мира идет примерно 10 в десятый информации для будущего организма. И только одна, деленная на 10 в десятый, идет из плотного мира. То есть, если у вас нет информации из тонкого мира, а есть оплодотворение, даже вынашивание в утробе матери, но нет тонкого мира, все, да, не будет у вас эмбрион развиваться. Причем не только у человека, у любого живота. То есть, мы дети Нави, мы дети тонкого мира. Почему не замечает этого Запад? Почему категорически нельзя говорить о тонком мире? Вот я говорю о тонком мире, значит, вы в Википедии прочитаете, что я лжеученый. Если вы говорите о мире в его полноте, значит, вы лжеученый. А вот если вы говорите о какой-то части, о видимой части, о той, которую потрогать можно, о плотном мире, вот тогда вы ученый. Понятно? Ну, так же, как меня забавляет, когда я читаю древние надписи, значит, я лжеученый. А вот те археологи, которые читать эти надписи не умеют, вот они-то ученые. Ну, вы сами понимаете, все переставлено с ног на голову. Дальше, смерть, переход из я верна. Как вы знаете, если человек редист, он не боится умирать, потому что он понимает, ну, хорошо, это тело я сбросил, через какое-то время у меня будет другое тело, третье тело. у христианина все сложнее, да, он должен, ну, он уже не может те поступки изменить, которые он когда-то сделал, значит, он должен в страхе жить, да, пока его, да, ну, индугенцию церковь дает, но не Бог, индугенция это от церкви, а не от Бога, вот в чем дело. Кстати, мы тут же затронули и другую вещь, ну, я о ней потом скажу, что если вы подчиняетесь Богу, то, конечно, вы не будете грешить, потому что вы сами понимаете Бог, мы говорим все время с ним. Ну, и, наконец, ну, согласитесь, что это здорово, то есть, не надо вот многих с детства гложет это, ну, как же так, вот, единственный раз я появился на этом свете и все, я умру и больше ничего не будет. Ну, как это больше ничего не будет? Будет, будет. Вы прекрасно знаете, что каждый раз жизнь развивается и даже после войн, опять народонаселение растет и те же самые идеи тоже появляются спустя сколько-то веков. Ну, то есть, вот, циклическое все идет по циклам, а вовсе не так, чтобы вот один раз что-то было и больше этого никогда не было. Да и вы и сами замечаете, у вас и мысли тоже когда-то какие-то приходят, потом они ушли, а через несколько лет они опять возвращаются. Ну, так все устроено, поэтому трудно сказать, что мы один раз рождались. Дальше, православие. Что значит? Славят прахи. Вот вы любого христианина спросите, почему называется его вера православие. И он вам вряд ли ответит, потому что он не знает слова прахи. Более того, да, более того, русская церковь византийского образца стала называться православной с 1944 года по распоряжению Иосифа Иосифа Иосифовича Сталина. До этого она так не называлась. Понятно? Это действительно была христианская церковь, но византийского обряда. Да, она официально так и считается. То есть, это не русская, она русская по месту, по территории, но она не русская по происхождению, чтобы вы это знаете. Хотя, с другой стороны, православие очень много заимствовало из русской видимости. Об этом речь впереди. Ну ладно, вот я вам немножечко раскрыл такое понятие, как мироустроение. Видите, оно все-таки отличается от русской истины. Теперь, миропорядок. Есть такое понятие кон, как миропорядок, который нам дарован Богом. И есть закон, то, что выходит за пределы кона. Это то, что мы сами придумали. Ну и вот вы видите, сейчас есть закон творческой деятельности, есть парламент. Парламент, слово в переводе на русский означает говорильня. А что, разве не так? Парлей вы французский? Парлей говорить? Говорили, говорили, ну, говорят там, говорят, да. Какие-то законы могут годами не приниматься, какие-то могут приниматься, но не исполняться. А кто вас заставит исполнять? Если это кон, то вы понимаете, если вы не исполняете его, вы бог накажет. А тут кто будет наказывать? Сами понимаете? Судья. А судья кому подчиняется Богу? Нет. Я вам. Ну, это тоже неверно. Судья подчиняется тому, кто над ними. Вообще, есть чиновничий аппарат, есть начальство, которому обязаны подчиняться. А если вы не подчиняете начальство, вас тут же угоняется. Дальше. Следуя иконы, человек становится равным Богу. Вот это очень важная вещь. То есть, в ведизме каждый человек себя считает не человеком, а Богом. На секундочку. Вживитесь в роль Бога. И сразу я вам задаю вопрос. Если вы Бог, вы подличить будете? Обманывать будете? Смысла нет. Смысла нет. То есть, как только вы вживаетесь в роль Бога, вас не надо воспитывать, что вот будь хорошим, воспитанным. Просто вживитесь в эту роль. Вы сразу понимаете, что должно быть и чего не должно быть. Согласны, да? И с другим человеком вы тоже разговариваете как с Богом. Вот нормальные человеческие отношения. А когда вы начинаете на него орать еще последними словами, далеке божественного образа. Согласны с этим? Причем, заметьте, в русском едиизме были Боги не только мужского рода, но и женского рода. Их поровно было. это не тоже очень интересная вещь. А мы уже говорили, значит, не делай другому плохого, то есть в природе не делай плохого, всегда благодари за за то, что тебе вот все это потихоньку идет. Дальше. Человек является членом семьи, рода и народа. Про семью мы чуть позже скажем, как я себя представляю. Обязательно надо помнить свой род и народ. Значит, есть родовое имя, которое по-русски называется немецким или затинским словом фамилии. Вообще говоря, фамилия, как вы знаете, по-немецки и по-английски это семья. Я в свое время ошибся, мне было лет 14, когда был фестиваль народов в Москве. Мне один немец понравился, я его спрашиваю, вис дайна фамилия? Он говорит, из бин аль зойн бай май на мунта? То есть я один сын у своей матери. То есть он мне ответил, так как он понял, да, я его спросил, какая твоя семья? Мне надо было спросить, вис дайна фамилия нам, как твое семейное имя? Но вот забываем, что фамилия это семейное имя. И как вы знаете, семейное имя это очень важная вещь. Я вам хотел бы сказать, что даже личное имя это в древности было очень важной вещь. И в принципе это имя должны были знать только члены семьи. Потому что если враг знает создавались прозвища. Это с одной стороны. С другой стороны, когда семья разрасталась и становилась целой деревней, надо было как-то их различать. Вот мой дед рассказывал, вот он жил в деревне Картавцево. Там у всех абсолютно крестьян была фамилия Кузнецов. Ты к кому пошел? К Кузнецову? Это значит к кому? К Кузнецову. Поэтому различались вот их скажем там соседи назывались Хадарины. Это прозвище было, это не фамилия. Там еще какие-то ну то есть понимаете более того значит по-украински как имя будет? Призвище. То есть прозвище. Никуда не делать это понятие. Ну и наконец народ вот то что мы сейчас называем этносом это просто очень большая семья. Мы иногда называем племя. племя. Отсюда кто такой племянник? Племянник это просто соплеменник. То есть тогда не было вот такого понятия. Более того считалось что родство и первое родство и второе родство и третье. Мы сейчас двоюродных братьев и сестер в городе почти не знаем а у штраюрных вообще в принципе не знаем. Более того родные братья и сестр чаще всего живут в отдельных квартирах редко общаются друг с другом город как ни странно людей разобщает несмотря на то что вроде все живут в одном доме и тем не менее. А на селе как вы знаете все обо всех все знают. Вот это интересный вид расселения. Дальше представительством Бога на земле становится храм. Из этого что следует? Что основные помещения самые красивые самые притягательные это храм. Когда сейчас археологи находят храмы они вообще ничтоже сумняшися пишут мы нашли дворец. Дворцов тогда не было. Вообще что такое дворец? Слово дворец удаление сначала падало на колень. Дворец. То есть было подворье ну вот как сейчас христианское подворье это очень маленькое помещение но действительно какой-то двор от какого-то храма. Позже когда появились толстосумы когда появились князья они стали у себя не так чтобы ходить самому в храм ну это надо допустим 2-3 километра пройти зачем царскими ногами там княжескими ногами топтать я у себя во дворе вот маленький дворец но постепенно богатства было так много что дворец постепенно разрастался и стал и стал по отделке гораздо богаче чем реальный храм вот тогда он стал дворец понятно то есть дворец стал дворцом но археологи то судят по сегодняшнему они же не по прежнему поэтому вот когда они находят храм они говорят что это дворец дворцов тогда просто нет ладно более того у меня такое впечатление что вообще был храмовый строй то есть все дела решались в храмах храм это не только место для молитвы храм это и административное здание и культурное здание и обучение школьное здание и здание для производства какого-то вида товаров и так далее но вот чуть позже я более подробно об этом расскажу дальше устройство общества по кону это именно храмовый строй храмовый строй во главе храма жрец жрец это жрец или это по-гречески епископ человек который вроде бы надзирает за всем на самом деле он надзирает с точки зрения Бога выше нет значит сословие жрецов это первое сословие это идеологи второе сословие это воины из них появляются князья цари и вся администрация и судьи и все что ну вы знаете что раньше князь он же был и судья так дальше все административные дела тоже только в храме решаются и больше нигде но все чиновники кому подчинены Богу даже если вы сделку ночью совершаете сами понимаете что Бог видит и тогда поэтому если бы взятку хотите дать ночью какая разница да все равно ни один так сказать верующий на это не пойдет он живет покон мы так и говорим он живет из кони он живет из покон вот слово из покон из кони там есть это слово когда мы живем по закону мы не искренне так живем мы живем по тем фантазиям которые пришли в голову и даже не нам а какому-то управляющему заслужу и мы обязаны этому подчиняться вот следующее очень важное положение замена кона законом это богоборчество а в перспективе разрушения общества значит но заметьте сегодня добиваются равных прав лесбиянки и геи но нас это хоробит согласны но на западе это уже перестало хоробить а дальше что кстати они делают демонстрацию вот я помню Задорнов говорит это просто больные люди давайте сделаем демонстрацию сифилиитиков давайте сделаем демонстрацию я не знаю там туберкулезников да вы будете признать нас вот мы такие же члены общества нет ну они конечно члены общества или там в липозориях кого держат там больные проказы мы проказники нет ну это смешно лечить таких людей надо ну а если дальше мы пойдем да представьте себе карманники скажут а мы что не члены общества да с плакатами пойдем мы карманники требуем признания наших прав мы такие люди как и все а потом скажем там форточники домушники да а чем мы хуже а потом медвежатники идет медвежатник ну согласитесь да странно все то есть вместо того чтобы их в тюрьму сажать а кого-то там в больницах лечить да мы им даем такие же права но вот теперь представьте какие дети что вы говорите ну да да это не лжи наука это настоящая они вот вы правильно сказали назначить абсолютно верно то есть вам этот шестой пункт понятия что это ведет к разрушению ну и наконец результат человеческого труда оценивается жрецом мастером вот меня заинтересовало в свое время слово мастер откуда оно взялось я пришел к такому выводу мастер это тот кто мажет да чем мажет вот были такие у первобытных обществ экзамены как бы на аттестат зрелости это называлось инициацией то есть мужчина когда он хочет стать мужчиной его владель берут где-то года два он обучается всему тому что должен уметь мужчину то есть он уметь должен убить дичь выследить ее освежевать принести домой там дальше он должен уметь построить дом обязательно любое жилище он должен знать все эти работы плотницкие столярные сессарные и так далее то же самое женщина женщина должна уметь готовить чего к сожалению у нынешних девушек не всегда получается должна уметь лечить должна уметь принимать роды ну и так далее в общем все что женщина должна делать она тоже года два учится если не сдает экзамен значит на второй год опять еще так сказать учись пока не сдашь когда принимали в человеческое общество то был обряд помазан чем мазали мазилка это женская грудь и как вы знаете она на многих языках называется маст ну то есть мазилка это все это значит чем мазали женским молоком ну и вот помазанники это принятые члены общества и тот кто мазал женщина-мазательница называлась мастер да ну позже мастер мастер это не человек высшей квалификации а мастер это человек который что-то допускает в человеческое общество это очень важная должность потом слово мастер немного изменилось и под двум руслом пошло одно русло мастер с уподобилось звуку т получилось не мастер а мать то есть мастер да итак сначала мастер потом мастер 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 ну и как вы знаете эти два т слились в один звук и в косвенных падежах у нас матери матерью значит мать не та которая родила а кто та которая приняла в члены общества понятно это очень почетное звание маза динец другой смысл мастер это человек который отвечает за принятие чего-то в человеческое общество это жрец вот допустим продукты питания скажите пожалуйста если жрец знает что ГМО очень противно для человеческого общества не нужно его значит он категорически отвергнутый согласны с этим любое изделие вот он несет личную ответственность не перед людьми перед Богом за то что он допускает это изделие в общественное потребление понятно и вы ответственность чувствуете и вы понимаете что таким образом действовал отдел технического контроля в свое время поэтому первые мастерские появляются где? при храмах а вот когда наступает переход к капиталистическому обществу тогда мастерские выделяются из храма и уже слово мастер не связано со жречеством мастером может назвать любой человек который сдает экзамен на мастер как называется этот экзамен это надо создать замечательное изделие по-французски шедевр шедевр и вот коллегия мастеров посмотрев на шедевр принимает человека в это общество ну вот мне один человек рассказывал я говорю был слесарем шестого разряда шестой разряд это максимальный слесарь а как вы узнаете что слесарь шестого разряда он говорит я никакие бумажки не показываю вот он показывает маленькую фигурку состоящую допустим из пяти пластин ну допустим фигурка лошадь вот эти пластины вы легко можете вот так вот отделить друг от друга они ничем не связаны на самом деле они связаны но они связаны силами молекулярного притяжения то есть мастер настолько их на фрезерном в станке обработал что когда вы их складываете между ними нет пузырьков воздуха и их держат межмолекулярные силы притяжения и эта фигурка не рассыпается то есть вам не нужно никаких документов никаких там ничего вот вы такую фигурку показываете когда вы понимаете что мастер способен сделать такую гладкую поверхность да но это действительно шедевр ну и дальше слово мастер в английском языке превращается в слово мистер и становится обращением но если вы читали приключения там Тома Сойера и Геккель Берифина там Тома называли мастер какой он мастер ну это вот просто сначала было мастер потом стало место мы уже знаем как это прошло понятно то есть теперь мастера вовсе никакого отношения не имеют ни к вегизму ни к религии ничего это просто так сказать человек высшего профессионального уровня да но самое главное сакральность отсюда ушла точно так же как ушла сакральность из слова мать развитие языка да да это развитие языка но развитие языка следует за развитием самого общества общество таким станет ладно поехали дальше это значит мы с вами рассмотрели миропорядок поехали дальше вера итак кто такой бог бог это просто олицетворенная сила природы не более того поэтому нет вот такого понимаете преклонения как допустим есть христианство что бог это все нет это вовсе не все да это вот очень мощные силы природы с ними надо считаться их надо уважать с ними надо взаимодействовать но человек примерно такого же уровня поэтому тут особого пиетета нет и бога почему собственно вообще христианская религия очень боролась с языческим вообще язычество и ведизм это разный поднес да ведизм это общая вера а язычество это применение этой веры в конкретном этносе конкретно этнос что-то может усилить что-то может выбросить что-то может ослабить то есть это вот такое это вот представьте себе какую-нибудь пожилую женщину христиан скажем сельскую женщину которая не получила соответствующего образовали и вы попытайтесь у нее выведать как она себе представляет христианство как она себе представляет допустим Верхний Завет Новый Завет я уверен что вы получите массу удовольствия узнав какие-то такие вещи которые вы даже не подозревали ладно дальше поехали значит вот первая богиня Магуш она и была мастер просто писать стали сначала писали мастер вот как мастер потом стали писать немножко по-другому значит стали писать Магуш вот так то есть могиня немножко из-за другого да значит она была могиня итак что значит могиня вот нам кажется что слово маг другого происходения маг это то же самое тоже тот же порень тоже лексическое гнездо кем 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 были маги вот мне довелось вести курс славянской мифологии в академии славянской культуры и я там рассматривал ну вот есть такое учение о мифологии и там рассматривается несколько видов магии основной вид магии это промысловая магия промысловая магия ну допустим охотится на оленей сами понимаете олень это он где-то килограмм 350-400 значит если олень просто у вас вмажут даже не поднимет на рога понимаете если он весит в 4 а то и в 5 раз больше чем охотник просто он вот даже столкнувшись он ему всю грудную клетку сломает короче говоря в общем все он убьет а там еще у него копыта есть еще на рога может поднять ну в общем сами понимаете что один на один охотник вручную не справится он может справиться с помощью копья но тогда надо бить в жизненно важный орган например там в сердце или еще куда-то а если промазал значит все тебя тогда уничтожит олень но вот если много людей тогда да тогда более удачно но и даже когда много людей олень тоже может разметать и нескольких людей то есть перед тем как идти на охоту они устраивают такой сеанс коллективной магии что они делают они изображают есть изображение огня они его протыкают копьями или они в него стрелы пускают именно в те жизненно важные органы почему я так говорю потому что археологи нашли не только изображение нашли вот там следы от того что туда копье втыкали или там стрела втыкалась вот при этом они естественно совершают танцы охотничьи танцы значит они себя морально готовят они себя физически готовят это же все-таки физические упражнения но танцы это значит они поют если они поют значит это музыкальное сопровождение поют они на какие-то слова значит это стихи это песни определенные то есть вы понимаете это вот целая совокупность различных видов искусств ну вот ученые называют это словом синкретизм когда очень много видов искусств соединяются в одном как видите тут изобразительное искусство тут танец тут музыка тут пение тут упражнения гимналистические и самое главное тут поднятие духа они теперь сейчас мы пойдем сейчас мы как дадим понятно если этого нет они не победят но это так же как в армии вот тоже вот как допустим у нас сейчас в Донбассе борются там воины знают они защищают свою землю а наемники вы же знаете там и американцы есть и какие-нибудь голландцы они заделивают поэтому естественно побеждать будут те у кого сильнее дух а дух надо укреплять ну вот я хотел бы это все изложить ну и последнее боги могут не только награждать но и наказывать но если человек на третьем остановился да а да я остановился да основных богов четыре я даже до третьего не дошел основных богов четыре значит Макош Мара Рот и Яш Макош Макош первая богиня самая древняя и вот когда в Киеве стали раскапывать подол то нашли Макош задвинутую во второй ряд почему потому что уже никто не помнил за что она отвечала на какие функции но наши предки всегда помечали если написано что это что-то сделано в храме Макоши значит это произведение не просто сакральное оно эстетически наиболее полноценное то есть все что относится к художественной деятельности все помечено словом храм Макоши так что никаких сомнений не должно быть Мара отвечает за тот свет за космос значит если написано что изготовлено в храме Мары это значит покойнику туда вместе с ним поэтому если тапочки помечено что в храме Мары значит их покупать нельзя не для покойника а у нас такой казус был в советское время закупили в Индии очень красивые золотые сандалии для женщин но только после первого дождя они все расползлись и наше ведомство в Индии рекламацию что же у вас такие сандалии которые после дождя расползлись они говорят а что покойники по дождю ходят у них же покойников сжигают чтобы они сгорели значит понятно дальше род все что связано с социумом идет через род за что род отвечал за строительство сами понимаете что если у молодой семьи нет жилья возникает вопрос существует ли долго такая семья вот это одна из главнейших функций дальше как ни странно астрономические наблюдения но вот у меня есть книжка одного немецкого ученого называется астрология мать астрономии понятно значит это не столько астрономическая площадка сколько какая астрологическая а зачем на свадьбу зовут астролога и зачем даже еще раньше при свадьбе зовут астролога чтобы понять а как вообще мужчина и женщина друг с другом они подходят если подходят как быть с детьми будут ли дети полноценными ну и так далее сантимент какой день свадьбу выбрать ну и так далее и так далее согласны с этим значит это были астрологические площадки а что такое астрология это наука как бы о влиянии ну не звезд на человека а ближайших планет солнечной системы влияют ли да конечно влияют ну как вы знаете например от солнца есть прилив и от луны есть прилив причем прилив от солнца это где-то сантиметров 70 а от луны там больше 5 метров луна очень сильно влияет на все что есть и скажем у всех животных и даже у человека продолжительность беременности кратна чет четному числу или не четному а определенному числу лунных месяцев вот скажем у женщины 10 лунных месяцев но мы потом усреднили месяцы поэтому там получилось делиться с чем-то это уже химич это так сказать ученый который не лжеучил следующее да я практически это бог солнца ярилов мы знаем более того у нас есть такая характеристика солнца когда зажмуриться сходится мы говорим солнце очень какое яркое то есть это название до сих пор сохранит отсюда появляется ярко представитель бога солнца на земле и он связан со всеми новшествами то есть он прежде всего связан с миром ярия появляются деньги значит деньги начинают чеканиться где в храме яра появляется помимо тактики военная стратегия значит все стратегии в каком храме собираются в храме яра появляются новые летательные аппараты значит в каком храме появляются в храме яра все понятно то есть каждый из четырех основных богов он обязательно отвечает за какую-нибудь функцию функций на самом деле очень много вот богиня мара она с одной стороны отвечает за все что связано с погребальными значит никаких погребальных контор не было всем этим занимался храм мара дальше за лечение поэтому все больницы были при храме мара персонал надо обучать врачей кстати сказать они у нас назывались лекари они у нас не назывались врачами что значит врач врач тот кто отворачивает болезнь то есть это как бы человек ну как бы маг который какими-то заклинаниями пытается а лекарь ну вообще все что связано с корнем на букву л все связано с жидкостью ну скажем там лакать да там лизать ну я не знаю лить и так далее все связано с жидкостью ну и как вы знаете есть такой способ водолечения человека в окружающем воду удивительно да оказывается мы с вами состоим 70% из воды вода обладает структурой и было замечено что во время как только появились водопроводы увеличилось число заболеваний почему очень просто у воды есть структура как только вода проходит через трубу другого сечения а кран это труба другого сечения да разрушается структура воды вместо встроенной структуры там вихри всякие идут табулем и так далее что у меня было очень интересно вот одно из древнейших книг книги войнича там картинка нарисована женщины принимают ванны у них никаких кранов нет у них заглушки то есть надо вам воду вы заглушку снимаете и вода той же структуры вам льется не нужно вы закрываете никаких кранов никаких структуры воды сохранить наши предки это знали у нас сейчас этого не знают вот последняя официальная так сказать наука наука в большой буквы значит было у нас министерство вернее не министерство а академия медицинских наук как самостоятельное свежее ничего существовало гомиопатия вот как только выявили академию медицинских наук в большой академии а там с легкой руки академика Гинсбурга издается журнал уже больше 10 лет называется в защиту науки все теперь оказывается гомеопатия это лженаука понятно когда начинают приводить цифры говорят ну простите но лекарствами лечится примерно 30% заболевания а гомеопатическими средствами 70% заболевания вообще что надо запрещать если запрещать ну что вы видите о вы абсолютно правы значит дело не в лечении дело в бизнесе там просто говорят что в гомеопатии нету действующего вещества так объясняют доктора все правильно а вам не приходит в голову что когда вы добавляете какое-то вещество вы меняете структуру воды а когда вы это вещество изымаете путем разбавлений да что происходит структура остается а вещества уже нет но структуру то она задала вы понимаете ну вот как допустим писатель какой-нибудь да наша жизнь кратковременна вот он пожил написал роман он задал какую-то структуру и потом его последователи повторяют его уже нет да то есть мы его разбавили как бы да вот в миллионы раз его нет но книга осталась книга ну сами понимаете это же не сам человек но мысли его сохранились и они передаются дальше еще раз хочу сказать почему-то не исследуется структура не исследуется как меняется структура воды как меняется структура любого вещества ну просто если вы изучали химию вы наверное знаете вам рассказывали что вот есть органическая химия причем органическая химия удивительно она начинается только с 19-го века вы в курсе потому что в 18-м веке говорили что органические вещества они же не минералы они вообще химии не подвласт и был такой химик Юстус Либих что он сделал он взял растение сжег и проанализировал удивительно оказывается растение в основном состоит из гулевода кто бы мог думать потом оказывается что там есть азот потом оказывается что есть фосфор как вы знаете он стал рекомендовать фосфорное удобрение другие азотные удобрения и так далее оказалось а дальше что очень удивило стали исследовать по-моему виноградную кислоту и вдруг выяснили что есть две молекулы они зеркально отражаются но только там по-моему лево вращательная молекула усваивается организм и право вращательная не усваивается витамин С да по-моему аскорбиновая кислота имеет семь таких модификаций которые различаются только пространственным расположением молекул формула вот если вы пишете эту группу формулы она одна и та же а вот расположение молекул разное то есть в пространстве они по разному разрушению так вот только один вид усваивается организм а вот то что нам делают ученые фармацевты это организм не усваивается это только делает мочу желтой то есть вы покупаете этот препарат думая что вы купили настоящий витамин С ну изменили цвет своей мочи все слили в унитаз все наука торжествует торжествует бизнес конечно но вам это не говорят а формально формула одна и та же а структурную формулу никто не пишет то есть вам понятно что до сих пор структура находится где-то на задворках химии то есть вам говорят ну вот вещество то же самое что значит то же самое но понимаете все думают о чем можете ли вы подать в суд а если формула та же на что вы подадите в суд ну формула та же другое дело что структура не так но простите а где написано что вы должны еще и структуру умеют они специально делают осознанное влияние ну конечно естественно делают то что можно сделать вот на фабрике это можно сделать а вот то что делает скажем организм то что он усваивает это не делают потому что это не получается ну или возьмите сахар да сахар есть и фруктоза и сахароза сахароза вредна фруктоза полезна но вам когда сахар дают там сахароза там фруктоза более того вам дают фруктовый сахар он так называется но там тоже фруктоза нет там тоже сахароза просто она подсвеченная другого цвета понятно ну вот вы удивляетесь ну вот такой сегодняшний век согласитесь могло бы это быть в ведизме нет категорически нет теперь вам понятно почему против него так борются потому что он антикапиталистичен вы на нем не заработаете деньги да дальше но к сожалению потом стали действовать в этом направлении это чисто информационная война значит каждый бог стал разделять свои функции и появилась масса вроде бы когда-то богиня Макош она отдала часть своей функции богине Маре потому что уже слишком много функций стало ну ладно но на этом не остановилась потом появилась где-то в наэлите богиня жива она же дева так что так что слово дева и слово жива это одно и то же слово опять-таки если вы пройдетесь по славянским языкам вот вы приходите в сербию серб вам говорит добр дан слышали наверное а приезжаете в польшу вам там говорят джень добрый так он что дан или джень если вам понятно что дэ может быть и как дэ и как дж и как ж понятно отсюда жива и дева это одно и то же просто по разному произнесению как вы знаете слово дева из русского языка вошло в другие языки в Индии все боги называются дэвы в курсе да в Персии дэвы наоборот это дьявол по латыни дэус это бог по гречески зэус это главный бог дьявол как вы знаете тоже корень дев да только пишется чудо иначе то есть вот появляется такая богиня оказывается что ей нужно приносить в жертву ей нужно приносить цветы в жертву понятно после этого всех молодых женщин стали величать богинями девами а раз деве положено приносить цветы значит в определенный день почитания богини девы женщинам молодым приносят цветы но и уже не только молодым понятно жертва всегда воспринималась как подарок вот это и дело жертва это то что человек от всей души дарит вы возьмите в любую церковь зайдите особенно если там столовая при церкви есть вот в оптиной пустыне есть такая столовая там везде написано не стоимость блюд а стоимость пожертвований так вот пожертвуйте столько а цены там нет ну такое завуалирование я не знаю я специально ей не занимался и тут понимаете в чем сложности календарь менялся много раз и отсюда ну вот возьмите допустим мне удалось установить и вот в одной из книжек я пишу когда родился Иисус Христос как установить это как вы знаете была лифлеемская звезда и многие сходятся что лифлеемская звезда это взрыв сверхновый в 1054 году от нее осталась крабовидная туманность сейчас есть прекрасные астрономические фотографии крабовидной туманности если вы обращаете в цвете там видны надписи на этих надписях я вам могу сказать что он родился 7 марта 198 года по Яру то есть в 1054 году соответственно умер через 26 через 32 года но на 33 году то есть в 1086 году ровно через 10 лет начался первый крестовый поход вполне законно понятно значит когда событие такого масштаба это событие неземное и событие даже не солнечной системы а событие галактического масштаба но если там написано по-русски то тогда русский язык это язык какого масштаба? галактического Понятно? Не по-английски, потому что английский – это новый язык, латынь – это новый язык, греческий – это новый язык. Чем язык быстрее меняется, тем он новее. Самым быстро меняющимся языком на сегодня является украинский. Вот те, кто 20 лет назад покинул, скажем, Украину, и приезжает назад, даже в Киев, в Хайф, он половину не понимает, столько новых слов. А фео-украинскому языку, вот я в прошлом, нет, в позапрошлом считал, был 122 года, но сейчас 124 года. Нормально, да? Древнейший язык у них. Ну, конечно. Вот. Так что вот начали делить богов. Ну, как начали? Вот это я вам показал, богиня живо появилась, да? Потом появилась богиня Кубела, богиня деторождения. Значит, она в такое лексическое гнездо входит, куда входит слово кобыла и кобель. Кобель – это собака максимальной производительности. Кобыла – то же самое, лошадь максимально, только уже самка. Вот. Отсюда Кубела – богиня деторождения. Ну, в Африке ее называли не Кобела, а Кубела. У меня и такое написание встречалось. Ну, от слова «кобыла» появилось слово «кабальер», «кавалер» и «шевальгер». То есть, «кобыльщик», тот, кто на кобыле, да? Кавалерист, ну, и отсюда кавалерия тоже. То есть, те, у кого есть конь. Конь требует очень большой работы, поэтому могли себе позволить или очень зажиточные крестьяне, или помещики. Ну, вот, собственно, дворяне на этом владею с ним. Вот. Значит, это Кубела была. И отсюда некоторые производные от нее. Ладно, дальше появилась богиня Леля, богиня Лада. У них разница была. Значит, богиня Леля – это богиня страстной любви, а богиня Лада – это богиня спокойной любви. Ну, вот, например, есть греческая богиня Афродита, которая, как известно, родилась из пены морской. Но у нее был пояс, пояс Лели. Вот если бы она сняла этот пояс, никто бы из мужчин на нее внимания не обратил. А вот когда она пояс надевала, то она становится богиней страстной любви. Ну, а в семье, когда супруги уже много десятилетий друг с другом, у них уже такая спокойная любовь начинается. И мы говорим в семье, что Лад. Да, вот Лад, значит, есть и мужская ипостась, есть и женская ипостась, Лада – это тоже любовь. Вот, ну, дальше, ну, например, скажем, возьмем такого бога, как Род. Вот, от него появляется бог Сварог, который живет в Сварге. Позже на этом месте появляется бог Перун. Вот, это западная часть храма. Это производная одного и того же бога. Ну, немножечко разной функции. Вот, когда я преподавал славянскую мифологию, у меня появилось до 50 таких богов. Ну, вот, скажем, у нас было представление об Аде, ну, не такое, как христианское. Ад называлось Пекло. Вот, и там был бог Ниян, так сказать, глава этого Пекла. Ну, редко кто знает такого бога. Вот, дальше, как вы знаете, был у нас бог Карачун. Да, Карачун – это такой же, как Дед Мороз, только Дед Мороз – это такой здоровый морозец. Да, а Карачун – это когда убивает Мороз человека. Говорят, его хватил Карачун. Вот, а в христианстве на этот день приходится день святого Кондратья. Поэтому, говорят, хватила Кондрашка. Кондрашка – это вот Кондратья хватил, то есть Карачун. Понятно? Более того, зима тоже, как богиня, вот там брак, значит, там с Кащеем, в общем, появляются лихорадки-лихоманки, которые так называются, там, Пульхея, там, еще какая-то Невея, самая плохая Невея, Невея, когда вот человек умирает. Вот Пульхея, когда он опухший становится, знобея, да, когда знобит человека, вот это вот лихоманки и лихорадки. Ну, понимаете, народная фантазия не дремала, но это как сейчас. Сейчас же тоже есть фантазии и на христианские темы. Другое дело, что христианство от этого, как черт отлада, старается убежать. Ну, вот я иногда был на чтениях, как вы знаете, весной бывают чтения христианские, и вот я присутствовал, обсуждали такую проблему. Но, как вы знаете, иногда мироточат иконы. Ну, вы знаете, да, вот как бы с них такое масло стекает. Но при химическом анализе выяснилось, что это лампадное масло. Если вы знаете, Петр I в свое время издал указ, что ежели иконы начнут мироточить, то, соответственно, настоятелям монастырей подвергнутся экзекуции. Все! Совершилось чудо, иконы перестали мироточить. Вот, а дальше... Вот что я слушал на этих чтениях. Один батюшка рассказывал, что в какой-то деревне появилась женщина, у которой начали мироточить иконы, причем не только иконы начали мироточить, но даже фотографии. Что уж вообще, как-то непонятно. Ну, и сразу стал вопрос. Почему-то все вокруг решили, что раз у нее иконы мироточат, и даже фотография, она святая. И паства стала ходить не в церковь, а куда? Святой! Новоявленный святой! Ну, как вы думаете, церковь в этом случае поступила? Питала анафели, конечно, но как? Конкурирующая фирма, как бы сложно. Поэтому сразу сказали, знаете, если иконы начинают мироточить, обязательно обращайтесь там в епископат, чтобы там действительно вам дали справку, чтобы провели анализ. Ладно, дальше поехали. Так вот, когда их стали увеличивать, поэтому получились такие второстепенные боги, и действительно, он был 50-й. И стали говорить, что у славян многобожья. Изначально никакого многобожья нет. Была одна богиня Марка. Но поскольку функций было очень много, у нее появились жрицы. Вот появилась жрица Марка, которая потом была обожествлена. Кем? Людьми, не богами. И вот другие боги, это просто другие варианты тех же богов. Но вот это также вот женщина особенно меня поймут. Если женщина несколько раз выходила замуж, и каждый раз меняла свою фамилию, вот она же Петрова, она же Иванова, да, она же Сидорова. То есть, вам понятно, на самом деле, это один и тот же бог, но только он имеет разные имена, да. А вот Макошь, это как, относится больше к женскому, что начало? Конечно. То есть, это главнее... Вот еще раз вам хочу сказать. Значит, вот четыре бога, две женщины и два мужчины. Вот, все. А все остальное – это производные. Понятно? И опять, почему их четыре? Потому что это как бы деление функции одной богини, потому что слишком много было. Но это все равно, как, скажем, глава какого-то чиновного управления себе подбирает заместитель. Вот он подобрал себе трех заместителей, и вот получилось, так сказать, отдел из четырех человек. Проявление одной богини. Ну, конечно, конечно. А нам говорят, что вот заслуга того, что вот потом появляется монотеизм. Ну, понимаете, монотеизм православия, он тоже с точки зрения ислама, он не монотеизм. Потому что, как вы знаете, он бог-то триедин. Да? Бог-отец, бог-сын и бог-духственник. Так сколько их? Вот вы священнику задаете вопрос, он говорит – один. Ну, как один, вот, отец, сын. А это все равно, ладно. Дело в том, что святовид – это ошибка, которую сделал христианский епископ, я сейчас не помню, кто конкретно, который посещал Ретру. Там он увидел изображение богов. Значит, вот четыре бога, когда стоят спинами друг к другу, это и здесь святовид. Значит, как они стоят? На север смотрит Макарш, на юг смотрит Род, на запад смотрит Перун, и на восток смотрит Велес. Вот четыре бога на четыре стороны сверху. Но если нарисовать одно туловище и четыре головы, понимаете, ну, сами понимаете, что-то несовообразное получается, вот он такое изобразил. Я сейчас не помню, то ли гель молит, то ли еще какой-то, ну, в общем, вот так. И вот это он назвал святовидом, как богом. Святовид – это не бог, это четыре бога, которые стоят по сторонам света. И отсюда главная ось идет с юга на север, то есть от Рода Макарши. Это основная ось. И так все храмы строят. А в христианстве все храмы наоборот. Вы заходите с запада и молитесь на восток. Сразу отличие. Причем это позже устанавливается. Ладно. Дальше поехали. У каждого бога свой храм, зооморфный, орнитоморфный и антропоморфный рик. Значит, почему свой храм? Потому что у каждого бога свои функции. Ну, вот я, например, у богини Мары забыл упомянуть функцию социальной справедливости. То есть вот этот же храм помогал, скажем, бедным, помогал, допустим, женщинам-вдовам или многодетным и так далее. Да. Вот. Как он помогал? Значит, охотникам он выдавал лицензию на отстрел. Допустим, хотите отстрелить одного оленя, вам выдается лицензия в виде изображения головы одного оленя. Двух оленей, значит, лицензия в виде двух голов. Если вы трех убили, а лицензию у вас на двух, значит, вы браконили. А если вот вы действительно убили двух, вы должны какую-то часть от убитых животных сдать в храм. А эту часть они потом передают неимущим. Понимаете? Вот так устанавливается социальное справедливость. Ну вот, видите, как. То есть храмы тоже были многофункциональны. Поэтому невозможно было храм в виде одного помещения сделать. В храме было всегда много помещений. Ну и храм исполнял и административные функции, и просветительские функции. То есть много у него функций. Ладно. Теперь зооморфный обязательно лик был. Ну вот, если мы говорим о Макоши, у нее лик был в виде медведя. Точнее, медведицы. Причем белой медведицы. Вот почти такой же лик, как сейчас у Единой России. Как у Единой России там бурый медведь, а этот у белого. Ну, белый медведь длиной шеи отличается. А так, в принципе, все полное сходство. Вот, если говорить, допустим, бог Род, он в виде льва изображается. Богиня Мара имела очень много изображений самых разных. Самые любимые изображения это Козлик. Отсюда, если есть город Козельск, то вы понимаете, это город в честь какой богини? Мары. Понятно? Недаром, мы так и не могли взять очень долгая супостата, когда у нас была тогда в ангольском нашествии. Дальше вокруг, а там рядом оптину пустынь, везде есть изображение Мары. То есть это место, посвященное Маре. Но есть у Мары изображение в виде лисицы, и даже в виде обезьян, и в виде кошки есть изображение. Так что у нее очень много разных ликов. Ну, сами понимаете. И в космосе, и на том свете очень много самых разных ликов. Бог-род лев, бог-яр поначалу тоже лев, позже это олень. Но олень может быть и тот, и другой. Олень, как вы знаете, или бык. Бык по-русски называется тур. Отсюда туранские народы, это тюркские народы. Как вы знаете, у нас так и называлось туран, потом называлась местность русский Туркестан, а потом она поделилась там Узбекистан, там нарезали Казахстан и так далее из русского путьа. Вот. Ну, вот это заморжные. Теперь птицы. Значит, Макошь это орел, Мара, но юная Мара это ничего иное, как Баба-Яга. Вы, наверное, в курсе. А у нее, вы знаете, какие птички, гуси, лени. Да, вот это птицы-маны. Соба, соба не ебать. Да. Бог-Яг это сокол, Бог-Род это, как ни странно, утка. Почему, как ни странно, давайте вспомним. Есть остров Буян, на нем висит сундук, из сундука выбегает заяц. Опять заяц. Давайте напишем это слово. За-яйц. Яйцо это мировое яйцо. Это вот тот, который за мировым яйцом. Но это, вообще говоря, слуга-то демонов. Это слуга Кощея бессмертных. Поэтому его убивают, из него полетает кто? Утка. А утки что спрятано? яйцо. А яйцо мировое. Про мировое яйцо вы знаете сказку, да? Жила-была курочка ряба, снесла, она однажды яичко, да не простое, а какое? Золотое. Дед бил-бил, что? Не разбил, баба била-била, что? Не разбила, а мышка бежала, хвостик бежала, а мышка это тоже зверушка Кощея бессмертных. Понятно? Она мировое яйцо раскопала. То есть каждый год через месяц после Нового Года, а Новый Год всегда наступал в первую астрономическую точку, первая астрономическая точка 22 марта или 21 марта, 22 марта, вот, и через месяц где-то 21-22 апреля был праздник, который назывался Радо Гущ. Вот, и вот это Радо Гущ это вот появление мирового яйца. Почему Кощей бессмертный? Потому что вы старое яйцо уничтожили, а в новом яйце новый Кощей. И у него новая смерть. Понятно? То есть вы можете уничтожить до следующего года, да, его не будет. Но потом появляется Новый Год, и появляется новый Кощей. Поэтому он бессмертный. Понятно? Дальше, вот вы мне сейчас ответите на этот вопрос. У Кощей бессмертного три головы. Давайте с чем сравним? Три чего есть? Только что. Совершенно верно. Значит, давайте смотреть. Одна голова у него дышит огнем. Змей Горыныч. То есть Змей Горыныч, да, но не Кощей, да, Змей Горыныч. Одна голова дышит огнем, другая дышит воздухом, третья водой. Да, смотреть, что есть что. Значит, всегда считалось, что вода ведет туда, в маффи. Да? Воздух это ящик. И, наконец, огонь всегда стремится наверх. Значит, это правь. Значит, у Змей Горыныча три головы, но это тоже воплощение того же Кощей. Вот. Кроме того, у него какие средства передвижения? У него есть крылья. Это для чего? для воздуха. Дальше. У него есть лапы в земле, да. И у него есть хвост по воде. Понятно? То есть, три стихи. Вот. Он и там, и там, и там. Ладно, ну это я немножко застрял тут. Ну и, наконец, у каждого из них есть антропоможный гид. Значит, Макошь, это красавец. Красивая женщина. Мара. Или она в виде бабы-яги, ну вы знаете, бабы-ягу не любили. Она с крючкой носом, чаще всего в виде старухи, но бывает и в виде молодой. Вот если вы смотрели «Ночь перед Рождеством» там панночка, да? Вот она. Она же ведь, в общем-то, красивая. Род, это обычно мужчина в возрасте, особенно, если это Сварог, или если это Перун. Наверное, видеть изображение Перуна, Фурсаль, Спарадокия. Ну и Яр, это достаточно молодой человек. Вот такие изображения, доброй молодости. Так, у каждого Бога свои идеологические, хозяйственные, административные и военные функции. Ну, я на этом не буду заострять внимание, потому что мы очень далеко уйдем, но вы сами понимаете. Ну и, наконец, в итоге могут награждать и наказывать. Особенно Перун, как вы знаете, Перун. Вот у Перуна есть камень, до которого не могут исследователи просто так затронуться. Вот англичане писали, что был у них очень большой камень. Кстати, камень Перуна самый крупный. Я не знаю, по сколько тонн, наверное, сотни тонн. Но они пытались на него залезть, они до него только дотрогались, их как будто электрическим разрядом отбросило метра на четыре. Такой разряд. Когда мерили, никакого электричества там нет. Что за природа разряды, так до сих пор не понятно. А где они находятся? Да, они во многих местностях находятся. Почему? То есть они не писали, что это камень Перуна, но есть фотографии. Когда я фотографию смотрел, там написано камень Перуна. Ну, что дальше? Я еще раз хочу сказать. Понимаете, по-русски написаны артефакты в любой части света, в любой стране. Потому что когда-то русский язык был единственным, вот во что никто не хочет везти. Вот, пиши на мои сайты заходись, я вам просто покажу. Я ничего не выдумываю, я просто читаю то, что есть. Ну вот, если вам книжку любую показать, вы же скажете, не я же алфавит придумал, правда? Ну и даже любого другого автора. Если вы читаете, да, вы можете прочитать, вас в школе этому научили, слава богу. Хотя сейчас уже это просто вопрос. Ну ладно, я больше на вере не буду останавливаться, я пойду дальше, а то время поджимает. Организации земной жизни. Ну вот, я уже говорил, храм Мары, погребения, лечения, постройки. Какие постройки? Постройки Мары. Это вот, скажем так, подземные сооружения, храмы Мары. И это определенные артефакты, которые в гроб к покойнику и это социальная помощь. Храм Макоши. Отвечает Макоши за мировоззрение, за сакральность, за эстетику. Если бы где-нибудь мы нашли книгу Макоши, вы бы узнали о миропорядке, о коне, о том, как вообще устроена жизнь. Это самое замечательное. Но нашли книгу, которую назвали книга Велеса. Она Велесу не посвящена, потому что Велес это бог удачи. А там не написано об удаче, там наоборот написано, что и там-то мы потерпели какой-то ущерб, и там-то нас выгнали. Ну, в общем, это совсем другая книга. Дальше. Храм Рода. Общественное устройство, строительство, астрономия и астрология, как мы с вами говорили. Храм Яра. Решение проблем Яви. Новинки, адаптация, этнические отношения. Ну, этносы это вообще молодые образования. И, кстати, сказать я на этом, к чему немножко хотел заострить ваше внимание, археологи, к сожалению, не различают, где этносы, а где географические названия. Ну, вот представьте себе, если бы у вас в Петербурге начали различать такие этносы. Петерговцы, Василия Оскровцы, да, это этносы? Вот вы смеете. А археологи различают Череспеняне. Что такое Череспеняне? Значит, есть река Пена. Вообще, в Германии, да, нормальное название река Пена. Ну, просто пишется не Пена, а Пена. Ну, потому что в немецком языке окончание женского рода Е, а не А. Вот. Ну, а те, кто жили по ту сторону реки, назывались Череспеняне. Ну, как у нас Замоскворечье. Скажите, скажем, Замоскворечье, это что, другой этнос? Нет, поэтому археологи накапывают такое количество этносов в древности. На самом деле, это географически не нужно. Ладно. Так. Дальше. Жрец Бога. Представитель первого сословия. И когда правили жрецы Богом, все было нормально. Правда, в Индии эти сословия окостенели и стали как называться? Каст. Понятно? Что значит окостенели? Категорически запрещались браки между сословиями. У нас, слава Богу, не запрещались. Второе сословие. Воин, князь, администратор. Представитель второго сословия. Значит, позже стали править короли, князья, они же были администраторами, они же были военачальниками, и вот от них стал заявить. Скажите, пожалуйста, если они идеологически неподкованы, могут они решать на уровне божественного усмотрения. вот у нас, помните, был такой генерал, который сначала в этой, ну, от Молдавии так, почковалась в преднестровье. Лебедь. Лебедь, да, Лебедь. Скажите, пожалуйста, хорошо он управлял, как, допустим, администратор. лебедь, 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 другой был победитель в Афганской войне, в Подмосковье, был тоже генерал, Шаманов, не, Шаманов, Громов, Громов, да, опять-таки, сколько жалоб на него, да, взяточников, что там больше нет. Это к вопросу о, как начинает управлять военачальник. Вот он привык. Я сказал, значит, все, расшибись, влепев. Понимаете, это не Бог сказал, это Он сказал. Возникает вопрос. А у него образование позволяет ему сказать вот совершенно конкретно. Он все выясняет. Досконально знает проблему. Ведь, как вы знаете, в идеологии готовятся. Ну, вот, на примере кельтских народов, да, у них высший слой назывался Друиды. там были сначала вновь обращенные, они носили зеленые одежды. Ну, понятно, они еще зеленые. Второй уровень. Барды. Это вот музыканты, это певцы, они стихи сочиняли, но сакрального характера. У них были голубые одежды. И, наконец, Друиды, у них были белые одежды. То есть, для того, чтобы пройти весь этот путь, ну, это 10 лет, это очень мало. Это лет 20, а то и 30. Понимаете, их готовили специально. Скажите, военачальников готовят именно к администрированию. Я не имею в виду к руководству боя. Тут-то у них профессиональная подготовка хорошая. Ну, вот, если он хороший боец, означает, что он будет хорошим администратором. Он командир, он командует, он не управляет. Вот, вот вы абсолютно правы. Вот что получилось, когда пришло второе сословие. Сейчас правят третье сословие. Третье сословие, значит, это кто? Это были сначала христиане, дальше появились горожане. Кстати, город во многих странах называется Бург. Отсюда горожане называются буржуа. Буржуа это не капиталисты, это просто горожане. Скажите, горожан готовят со школы к управлению, к тому, чтобы вот... Ну, каких-то готовят. Каких-то готовят. Вы согласны, что сейчас в управленцы в Соединенных Штатах, во Франции, в Германии пришли именно такие люди, которые готовились с детства к управлению? Вот, простите, дай перебью. Именно западный и стандартный американский пандит, там есть вариант подготовки? Есть, но Вы согласны, что именно из них появились все президенты? например, да? Нет, нет, но... То есть, желание такое есть, но до конца недовида. У них это практикуется, в отличие от нашего... Я понимаю, есть всякие там и в Англии, всякие там и гитонские... Но это даже не подготовки, а просто они способны даже готовиться, вот так. Вот, вот. Учитель тоже вся с вами понимает, потому что понимают такое сословие как смерть, да? Да, да. Посадский это кто-то? Ну, города делились на детинец и на посад. Вот я вам говорю, это горожане, город делился на две части. На детинец, детинец это вот как бы дети, это вот, ну, типа, министров, ну, в общем, хотя министр означает просто слуга, слуга народу. Вот, то есть, это для таких, для зажиточных, для именитых людей. Все остальные были посадские, жили в посаде. Понятно? Это простые горожане, в отличие от университетов. Попадает? Да, да, но это вот, как у нас сейчас, скажем, детинцем является Рублевское шоссе. В Москве. Ну, я не знаю, в Питере, просто я не очень знаком с реальностью, наверняка у вас есть какой-то район, где живут сильные миросилы. Есть такое? Есть. Ну, Комарова все. Комарова, да? Ну, хорошо. Кристофский укроп. Кристофский укроп. Кристофский укроп. Ну, Комарова, хорошо. Мне не важно, как конкретно он, не важно, что он есть. Вот это будет детинец. А все остальное, это посад. Да вы посадские люди. Понятно? Опять возникает вопрос. Да, я понимаю. Значит, это вот третье сословие. Правда, в Индии было еще четвертое сословие, шудры. Это вообще инородцы. Это, ну, как у нас сейчас гастарбайтеры, да? И полубесправные люди. И полуправные. Вот. Хуже всего, если они к власти приходят. Это то, что называл Аристотель охлократией. Это власть толпы. Вот. Хуже, худшего вида власти, вопрос на себе. Нет, это стало. Вот просто вы видите, значит, постепенно с историей все, да, идет постепенно упрощение, упрощение. Ладно, поехали дальше. Проявление земной жизни. Сакральные действия, язык и письменность первого сословия для себя и для партии. Вот, когда я исследовал Руницу, русский слуговой язык, я понял, что это язык русского жречества. Он очень сложный в орфографии. Вот я семинары проводил и убеждался в том, что, ну, я на последнее место ставил. То есть, писать еще как-то люди могли. А вот читать, как это ни странно, почти не могли, потому что очень мало звуков для слогов. Ну, вы сами понимаете, что если букв, допустим, 30, а слог, это сочетание двух букв, ну, почти во второй степени, если 30 в их квадрате, возводится, получается 900. То есть, надо было бы 900, примерно, знаков, а их использовалось порядка 80. Значит, один знак исполнял сразу несколько функций. А для этого вы должны вычислить, как именно читается в данном контексте этот знак. Читать его Бе или Би или БЫ. Понимаете? И вот другой такой же. И вот в уме вам надо вот, ну, допустим, у вас лигатура из четырех знаков, причем вы не знаете, с какого начинается, с четвертого, с третьего, со второго, с первого. И вам нужно 16 комбинаций в уме сделать, но с такой скоростью читать невозможно. Понятно? Поэтому это очень сложный вид письма. Но для жрецов. Жрецы делали дома домашние заготовки, потом приходили и бойко читали. Батюшки, я с такой скоростью читать не могу. Понятно? Сразу показывают свои дети. Дальше. Русский язык, он действительно сам по себе сакральный, потому что все словообразование просто замечательные видны. Причем, что меня удивляет, я читаю надписи тысячелетней дарности, они состоят из тех же самых слов. Другое дело, что смысл слов был другой. То есть, слова меняются прежде всего не по форме, а по смыслу. Ну вот, я привожу современные примеры. Вот есть слово прикол, которое встречается, скажем, в словаре 19 века и означает место стоянки кораблей. Корабль стоял на приколе. Когда вы сейчас читаете прикольно, что значит прикольно? Стояночно, кораблёво, как это понять? На самом деле, это из языка наркоманов. Значит, если они полную дозу вкалывают, это они уже вообще еле на ногах держатся. А если они чуточку прикалываются, то все рады, знают, и все довольны, да, вот все, они прикололись. Понятно? Значит, у нас, когда сняли цензуру, вот в 90-е годы, там где-то 92-93-е годы, иностранцы, которые обучали русскому языку, перестали понимать нашу периодику, потому что там появились слова оттянулись, да, прикололись и так далее. Чувак с чувикой пошёл там, значит, он забашлял за ужин, что такое забашлял? Лавухи что-то играли, какие лавухи, во что играли? То есть, понимаете, совершенно непонятный жагун, то есть, они перестали понимать наши газеты, по фене, да, вот, вот вы сказали, по фене, да, для них это тоже непонятно, или это мне фиолетовый, как понять? А если вы скажете, а это мне оранжевый, непонятно? Самый шампиолетовый. Чего тут непонятно? Нет, просто, если бы вы знали, какие испытывают сложности переводчики. Просто раньше мы ни жаргон, ни арго, ни что никогда не публиковали. Арго – это криминальная лексика, да, там, допустим, человек говорит, по фоне батишь, боташ, ботом, рвёшь платок – рву, а где кемалишь – на бане. Всё понятно? по фоне боташ, что это означает? Разговариваешь, это на блокном жаргоне, разговариваю, рвёшь платок – дружить будешь? Рву, значит, буду. А где кемалишь, то есть где ночуешь? На бане, то есть на вокзале. От немецкого слова «бангоф» – вокзал. «бангоф» – образовываю. Образовываю. Ну, вы знаете, уже многие слова из фени к нам перешли, скажем, перо – что это такое? Нож. Нож, да. А пистолет? Полына. Ушка. Или волына, правильно, волына, да. Что вы смеетесь? Кто такой щипач? Какой? Карманник. Карманник. А медвежатник? Сейфы грабили, скрывают. Квартирный. А квартирный – это форточник. А куда же это? Дело в том, что были бродячие торговцы. Они назывались офени. Они не скоморохи. Они городские изделия продавали в деревнях. И они всегда кучковались, так же, как и кошки кучковались. Потому что, представьте себе, им ночью возвращаться, вот они продавали, у них деньги в карманах, да, вот там три человека идет, на них лихие люди могли напасть. И они изобрели какие-то слова, чтобы их не понимали. А о чем они говорят? Вот они изобрели. То есть это язык офений. О феня сократилось до феня. По фене. Ну да. Так. Ладно, значит, вам понятно, что у жрецов и своя письменность была, и свой сакральный язык тоже был, ну и сакральные действия. Например, когда жрец выступал, он выступал под маской и делал какие-то телодвижения, которые все приняли. Маска у него была и спереди, и сзади, чтобы его не узнавали. Потому что если один жрец умирал, а другой такой же примерно комплекции, поступал, никто не замечал подмены. Ну и поэтому он не говорил, иначе вы по голосу могли его знать. По тембру, по словам. Дальше, суть сакральных воздействий. Сильнейшее воздействие на тонкий мир. Если тонкий мир обладает самым большим значением, играет самую большую роль в жизни человека, значит, на него можно воздействовать и на него. Ну, как обычно воздействуют на тонкий мир? Вот, простейший текст. Текст. Вы чувствуете, когда вам кто-то смотрит в спину? Возникает вопрос, как? У вас глаз там нет, никаких других рецепторов нет. Как вы это чувствуете? А вот Бог его знает. Как? Вы это чувствуете? На самом деле, просто аура чужого человека на вас наезжает, вы это чувствуете. Вы чужой ауру чувствуете. Точно так же, вот вы входите в дом и вдруг понимаете, там кто-то есть. Опять, кто вам сказал? Или вот группа молодежи чем-то своим там занимается, друг с другом разговаривает, и вдруг вы понимаете, подходить нельзя, смертельно опасно, вас могут убить. Бывает такое? Конечно. А как? Ощущение грязи. Вот, вот, еще раз хочу сказать, ну, каждый сам на себе это чувствует. Более того, а вы чувствуете, если с вашим родственником что-то случилось, даже если вы в другой стране? Ну, с близкими, ну, скажем, с ребенком? Конечно. Конечно. Вы прямо отвечаете, конечно. Опыты ставят такие. Значит, у нас был такой профессор Чижевский, он в курсе дела, он в 20-е годы, в Гонодном Петрограде, еще тогда, ну, представляете, в 20-е годы, кушать нечего, только что революция произошла, он договаривался, здесь сидел индуктор, в Берлине сидел приемник, рецепиент, и передавали то, что сейчас называется фигурами Зенера, то есть треугольнички, кружочки, крестики, волны, и так далее, и записываются, допустим, начинаем в 9 часов, и вот, здесь комиссия сидит, там комиссия сидит, начали, в 9 утра, согласовали, что в одно и то же время, здесь комиссия пишет, вот, показали индуктору треугольник, значит, там пишут, вот в 9.00 нам рецепиент говорит, я вижу треугольник, потом здесь показывает кружок, он говорит, я вижу крест, вот, и здесь протокол там, начинают сличать, 90% совпадений, как вы это объясните? Голода, тонкий метр тоже, очистит. Это понятно, да, но это тяжелый случай подключения к тонкому метру, хотя, наверное, вы правы, вы знаете, есть люди, которые питаются космической энергией, они практически ничего не едят, это вы правы, да. Вот, но во всяком случае, я это просто хочу вам проиллюстрировать, что суть сакральных действий это действительно воздействие на тонкому. И таким образом есть способ связываться не только с живыми людьми, но, как и людьми удивительными, это способ связи и с унашими людьми. Вы знаете, есть дольмены, дольмены, это вовсе не гробы, это не помещение, для покойников, это помещение для общения с умершими, с их душами. Телефонный род. Да, да, да. Но вы должны быть представителями не только этого этноса, но и, в принципе, этого рода, иначе это все бессмысленно. Нет. То есть, вы должны быть потомками тех, кто там умер. А иначе бессмысленно, с кем вы будете разговаривать. Ладно. Дальше поедем. Есть также военные административные действия язык и письменность второго сословия. Ну, вы точно сейчас уже говорили, значит, военные понимают язык приказов, да, такому-то подразделению в такое-то время собраться в таком-то месте вот с таким-то вооружением, да, вот так. Вот язык приказов. Ну, и сейчас, как вы знаете, Госдума делает законы, тоже они в виде приказов, там, или там собирать такую-то часть, скажем, налогов, или там, так-то собирать, или еще что-то. Ну, вот это приказы. Это второе сословие. Идеологи так не поступают. Вы же сами понимаете, ни один Бог никаких приказов не издает. Это не его воля. Он вам может что-то посоветовать, на что-то намекнуть. Вот это его способ. А когда вас, понимаете, как болванчиков, вот только так и не так, знаете, как вот это собак дрессируют, да? Мы же все-таки люди, мы не собаки. Ладно. Ну, и наконец, да, еще не наконец, суть действий второго сословия. Материальное информационное воздействие на общество. Видите, они через тонкий мир не умеют работать. Они умеют работать прежде всего грубой силой военной. Идет гонка вооружения. Почему гонка вооружения? Если бы правило в мире первое сословие, была бы гонка идеологии. Согласны вы с этим? Сейчас идеологии вообще идет гонка вооружения, причем самое разрушительное вооружение это самое лучшее. А если не сила, то угроза применения силы. А угроза это уже информационное воздействие. Вот оно и идет. Ну, и наконец, есть обычаи поведения, язык и письмо третьего сословия. Третье сословие, ну, это и крестьяне, это различные диалекты. Они в России очень развиты, в других странах они развиты еще больше. А в чем суть любого диалекта? Если люди общаются в несколько десятилетий только между собой, с другими не общаются, у них появляются какие-то любимые словечки, любимые выражения, так сказать, даже фонетика меняется. Ну, вы знаете, у нас на севере скажем, Вологодское или Костромское произношение, оно опающее и екающее, они говорят песок, ведро, мы с вами так не говорим, если бы я так с вами лекцию читал, вы бы были очень удивлены, мы так не говорим, еще раз повторяю, а на юге много говорят. То есть третье лицо, единственное множественное число с мягким знаком глаголы фрикативное, начиная от Тулы и южнее, тоже слышно, от избавиться очень тяжело, вот когда поступают на актерский факультет, откуда будет, оттуда, избавиться от своего произношения крайне сложно, а еще дальше еще сильнее отличие. Вот, ну и когда деревенский язык приезжает даже в районный город, а тем более в столицу, он думает, что так говорят в столице, на самом деле он встречает просто другое произношение, не столичное, а просто другой термин. И вот так возникает просторечие. Ну, просторечие, конечно, удивительное, ну, во-первых, там не то множественное число, например, матеря, скотертя, областя и так далее. Слышали, наверное, да? Дальше, усечение слов, например, не инфаркт, а инфаркт. Удивительно. Вот, или человек говорит, не зашел в квартиру, а взошел в квартиру. Взойти можно только если выше, а если квартира ниже, вы в нее взойти не можете. Вы не зайти можете, но никак не взойти. Или вместо взвесил я тебе завесил. Ну, что значит завесил? Вообще завесил это занавеска, скорее всего. Ну, и так далее. Я вам просто говорю, ну, а сколько есть неправильные, скажем, падежи, да, вот, Райкин очень хорошо это копировал, диалектные зарисовочки замечательные. Ну, или если вы смотрели фильм «Любовь и голуби», да, там вот тоже диалектные вот эти выражения, и даже интонас, да, «Любк, а, любк». Вот это третье сословие. У них тоже есть материальные духовные воздействия, но на ближайшее окружение, дальше не действуют. В других языках сильнее, например, в немецком языке, там практически баварцы не понимают берлинцев, потому что берлинцы так называют «плят дойч», их фраза «Ишь, либо, дишь», там звучит примерно так «Ик, леб, дир», да, не «ищ», а «ик», не «либа», а «либ», и «не тебя», а «тебе», я люблю «тебе». Вот, в Шаксонии там мягкое «щ», превращается в «ш», допустим, «иш», «штэйниш», так они говорят, «иш», «либа», «дишь», да. Вот, в Баварии там, там, допустим, у них приставка «г», если перфект глагола, они сокращают просто допустим, не «эсхадгерегнет», а «эсхадгрэгнет», вот это вот «грэгнет», что это такое «грэгнет»? Ну, в общем, то есть, вы понимаете, и вот тот высокий немецкий язык «хотдойч» это искусственный язык, который рабочие сцены, то есть сами, как они называются, артисты, артисты это сделали, чтобы им не переучивать каждый раз, когда они пьесу ведут в соседнюю область. Представляете, потому что в Саксонии надо играть на саксонском диалекте, в Германии, в Берлине надо на плят-дойч играть, в Баварии на баварском диалекте, это в ружуце. Если вы общаетесь с немцем, а он чувствует, что вы его понимаете, он минут 15 говорит «хотдойч», потом постепенно, для себя незаметно, переползает на диалект, и вы уже ничего не понимаете. Вот так, очень интересно. Это я к тому, что то же самое во Франции, хотя, может быть, и не так, но вы помните три мушкетера, и вот сразу сказали, что он из Господня. Почему? В идеале практически во всех западных странах. В России вы еще подумаете, да? Ну, допустим, если кто-то вам будет говорить «покупать», вы не сразу скажете «покупать», это вот, скажем, сибирский диалект, или, например, «книжный», «книжный», мы с вами не говорим «книжный», а вот в Подмосковье очень многие говорят, почему, это «приезжие» и тоже в Сибири чаще вот так говорят. То есть вторая степень редукции вместо первой степени редукции. Вот, Наташа подтвердила. То есть у нас, вот, если вы смотрели Бернарда Шоу «Подмиллион», там, помните, два лингвиста сказали, «А, вот вы были в Индии». Да, но в Индии, конечно, по-английски ужасно говорят. Значит, в Индии есть мягкий звук «Л», я вот в университете дружбы народов слышу, они говорят, там, «Шель», «Вен», «Айго», «Тускуль», «Бесик». Какой «бесик»? «Бесик»? «Бесик» — это «бэсик», да, то есть «вообще». Это слово поразит. Вот, но когда по-русски слышите «бесик», если вы кстати, в английском такие «бесик», откуда он там перебит? Никаких дифтонгов, никаких «гоу», «эл», ничего этого нет. «Айго», вот так они говорят. Причем очень быстро. «Вен», «Айго», «Тускуль», «Бесик». Вот так. Жуткая какая-то. Да. Ну, к сожалению, видите, время поджимает, поехали дальше. Связь с родственниками. Очень важный интерес. Малая семья, как семья. Я, кстати, сказать, сразу хотел бы вам показать, многие не понимают. Думают, что семья — это когда, скажем, мама, папа и пятеро детей. Ничего подобного. Мы отталкиваемся от «я». Для меня кто ближе всего? Мама, папа, да? А у них есть тоже мама, папа. Ну, посчитайте, сколько получается? Семь? Семь таких же, как я. Семь таких же, как я. Совершенно верно. Сюда братья и сестры не входят. Сюда входят только по прямому родству, а не только лично. Ну, ладно. Дальше. Есть большая семья. Это двоюродные, троюродные братья. Большая семья, там всякие внучатые клемянники и так далее. Вот то, что в деревне до сих пор еще соблюдается, но в городе нет. В городе, как вы знаете, о троюродных братьях и сестрах узнают с большими глазами, широко раскрыт. Что? Вы, брат, там все троюродные рассказывают. И даже двоюродные не видятся. Да родные не всегда встречаются, как вы знаете. К сожалению, в городе родство распадается. вот двоюродное и троюродное родство это вот все большая семья. Значит, вы сами понимаете, большая семья, она в пределе превращается в роду, а дальше еще народ. но вот дальше что очень интересно свойство. Свойство ужасно любопытно. Свойство это объединение людей через молодых. То есть вот парень и девушка встретились, а их родители начинают друг к другу относиться как к свойственникам. Вообще, что такое свой? С моей точки зрения это со-вой. вой это воин. Да, вот мы сейчас говорим соратники, буквальный смысл слова это не люди одного возраста, а те, которые служили в одной рации, то есть в одном войске. Вот свой это значит тот, с кем вы в разведку пойдете вместе. А само слово вой от слова выть, вы знаете, что с самого начала кто кого переводит, кто кого испугает воля. то есть они не дрались, они воем друг друга пытались победить. Вот, значит появляются вот такие слова свояк, ну понятно, своячница, свекор, ну тоже через свойство, и свекровь тоже самое, но шурин это просто искаженное слово свояри, понятно? А мы не очень понимаем. но были и другие названия, скажем, ятор, ятровка, но сейчас они практически вышли из определенных. Как вы знаете, в английском языке все очень просто. Son-in-law, то есть сын по закону, father-in-law, то есть там просто отец по закону, мать по закону. Родитель номер один, родитель номер Вот. Значит, понятно, что род образуется из родственников и свойственников. Вот то, что мы забыли, мы забыли свое родственное. Но давайте вспомним, как в старину человека, что у него спрашивают? Из какого ты рода племени? На первом месте род, на втором месте племя. Вот племя сейчас заменили словом, этнос, а род это вот это ваша фамилия, вот это вот семейное имя. Вот она вот. Значит, вот родовая память. Ладно. Значит, дальше мы пропустим, это я уже показывал. Вот тоже очень интересно. Кто такой Шут? Как вы знаете, Шут мог прийти к королю или к князю. И вроде бы Шута все считали за какого-то такого человека, который просто смешит. Откалывает какие-то номера, шуточки. На самом деле, кто такой Шут? Шут – это сын жрицы и князя. Возникает вопрос, а к какому сословию он принадлежит? А к двум сословиям. То есть, по матери он принадлежит к первому сословию, по отцу он принадлежит ко второму сословию. Значит, он выше по происхождению, чем даже король, и тем более, чем князь. Понятно? Поэтому он имеет право королю давать совет. Королю не имеет права давать совет и ни брат, ни жена. А Шут имеет право. Понятно? Вот это очень интересная вещь, чтобы вы просто имели в виду. Это тоже система русского ведения. Ну и, наконец, я хотел бы вам показать, что высокий храм, я вам один из храм покажу, молитва, как объединенная по виду и по массовости воздействия на природу. Значит, считается так, если молятся два человека, то воздействие бывает в четыре раза в шин. Если десять человек молятся, воздействие в сто раз если тысяча человек, то миллион в синий. Понятно? Ну, что получается, Кремль это храм, да? Кремль это ограда. Кремль это не храм. Кремль это ограда. Я понимаю, вот Смольник, а он из храм даже получает? Ну, Смольник, как вы знаете, это институт благородных девиц. Это учебное заведение. Нет, все-таки храмы, они другие. У нас под влиянием христианских храмов стерлась представления о храме как о центральном культурном учреждении. Потому что храмы перестали быть таковыми. Они стали чисто культовыми учреждениями. Нас в храмах только молятся. Вы попробуете в церкви сыграть свадьбу. Сыграть именно, не венчание, обряд внести, а именно сыграть свадьбу, чтобы там люди плясали. Пепели, да. Причем не церковные песни далеко. Тогда что же храмом является на святилище? А нет этих храмов. Святилище называлось совокупность храмов. Поскольку богов было четыре, когда у вас четыре храма объединены вместе, это святилище. Так, дальше. Замыселы изготовления сакральных символов. Ну, какие сакральные символы? Крест, да, изображение, да, скажем, нимф, изображение, ну, и так далее. Икона. Вот это сакральные вещи. Дальше. Разные ступени вхождения в тонкий мир. Ну, я вам хотел бы напомнить, какие есть разные ступени выхождения из тонкого мира. Значит, считается в русском ведении, если человек умер, ну, вот как медики говорят, там еще есть несколько минут, когда еще клиническая смерть, можно вернуть человека. Когда это время ушло, все, уже вернуть назад нельзя. человек умер. Умер физически. Дальше. На девятый день считается, распадается его эфирное тело. На сороковой день распадается астральное тело. Через год распадается ментальное тело. А дальше есть еще два тела, которые никогда не распадаются. Понятно? Вот они так и сохраняются. Да. А если сжигают? Почему на девятый дед? все равно ваше эфирное тело сжечь нельзя. Можно сжечь только ваше физическое тело. А что значит тогда душа освобождается свое тело? Сжигается? Вот те бессмертные части не освобождаются. А остальные тоже воспаляются. Медленнее, но я повторяться не буду. Дальше поехали. Овладение плотным миром через тонкие. У нас сейчас все наоборот. Мы обладеваем только плотным миром. А что это за собой тянет? Ну вот допустим у нас 50 Гц придумал Тесла. Значит 50 Гц действуют они на человека или не действуют? Действуют. И очень сильно. Вы наверное знаете. Особенно если кто-то живет скажем на трансформаторной будке. А линии электропередач кто под ней идет. А рамка может быть там не так сильно но когда у вас эти 50 Гц а там идут знаете тысячи ампер по ним передаются очень сильно отходит. 25 декабря лампочка моргает 50 Гц. Да? Да. Согласен но мы этого не воспринимаем. Вот хуже на радиолукционных станциях когда там 12 Гц и у вас там картинка все время мелькает и вы эту мелькачку видите. Там знаете зрение у операторов очень быстро портится. а 50 Гц это еще терпим. Ладно изготовление бытовых предметов в мастерских храмах. Сейчас как вы знаете изготовление и сократ полностью разорвано. То есть сейчас изготавливается то что ни один жрец никогда бы не допустил в человеческой обществе. что касается одежды ну возьмите допустим зачем появились шелка вы в курсе что в средние века извините было очень много паразитов на теле и блохи и вши особенно в крутых этих да прическах женщин они водились там месяцами и вот чтобы они к одежде не прикреплялись с шелка они вот так вот сползали. очень практично очень практично так же как и широкие шляпы тоже знаете почему не буду рассказывать деньги как появляются деньги я в свое время задумывался почему называется скажем золотой вообще-то деньги это монета вроде должна быть золотая или целковой почему целковой если монета должна быть целковая несоответствия оказывается монета это не что иное как знак того что вы внесли в храм взнос значит если вы взнос целый вам выдавалась монета что вы внесли один целковый взнос а если вы внесли золото вам выдавалась монета что вы внесли один золотой вклад понятно Это так же, как, скажем, медали. Сколько стоят медали? Ну, вообще, медаль, она не средство для торговли. Хотя, как вы знаете, сейчас у нас на Арбате особенно и медалями торгуют, есть цена на орден, на медаль. Но есть также вот знак отличия в учебном заведении. Вот вы окончили, вам нагрудный знак подают. Тоже ими торгуют. Ну, согласитесь, это просто знак принадлежности к тому или иному учебному заведению. Точно так же орден. Это знак принадлежности к монашескому ордену. А потом у него появился знак за воинскую добрость. Ну, согласитесь, это совершенно другое. Переосмысление. Также деньги. Почему они называются деньги? Это как бы трудодень. Деньги. Это просто деньги. Вот вы деньги отработали и вам дали. Знак того, что вы отработали несколько деньков. Понятно? А нам говорят, что якобы мы заимствовали у каких-то там тюркских народов, которые называют тайнга. Так тайнга – это просто искаженное русское слово «деньги». Деньга. Понятно? Ну и, наконец, я вам хочу несколько картинок. Вот в Китае. Храм нашли. В нем золотой ларец. Вообще ларец напоминает просто некий сакральный дом, ковчег. Вы видите, у него даже выпирают вот эти боковинки. Если бы это просто ларец был, зачем бы боковинки выпирали за сам ларец? Это вот ковчег, где хранились сакральные вещи. Ну, вы видите, он весь. Он сделан из сандалового дерева золотого цвета. Как видите, тут тончайшая резьба. Вот. Все надписи по-русски. Когда я читал, что там написано, вот тут написано. «Варяга», «Яра», «Рюрика», «Виман», «Мары», «Храм», «Годи». То есть вот наши предки это нашли в Китае. Там в Китае тоже были наши гарнизоны. Ну, как вам нравится, куда они на самолетах прилетели и принесли. А сделано это все было в Великом Новгороде. Ну, и еще две картинки я вам скажу. Вот так выглядел дворец. Ну, вот считается, что это ступа римийская. Но надписи абсолютно те же самые. Хотя найдено это в Китае, в Нанкине. Как вам нравится, а? Вот так выглядел храм. Ничего себе. Вы себе представляете? Естественно, что вы там положили, что это дворец. Понятно? Ну, где. Ну, и последняя. Картинка я вам хочу. А, да, это просто то, что я читал. Все надписи абсолютно по-русски. Все, что тут написано. Возникает вопрос, если это индийское, почему по-русски написано? Если это китайское, почему по-русски написано? Все это выдает имена. Воинов, Вилан, Вилка и Яр. Вот. И вот я вам хотел бы показать администрацию произведения Тонкого мира, которое фиксируется фотоаппаратами. Я называю это Макоидом. Сидят два человека. Полковник Кикишев, Красный Полян, 2006 год. Вот над ними такая штука. Я обратил в цвете. Вы видите, проявляется лицо человека. Если читать это вот как буквы. Вот. М, К и так далее. Мако же, Маска, Воина, Виман, Мима, Рюрика. Тридцать пятый, тридцатый Аркон. Тридцать пятый Аркон и Великий Новгород. Тридцатый Западный Каир. Тридцать третье Владимир. То есть, тысячу лет назад умер воин, но когда полковник что-то рассказывает, над ним зависло изображение лица воина. Вот что это? Опять-таки, это не физическое тело. Это не никакое из этих, то есть, не эфирное, не астральное, не ментальное. Значит, это то, что сохраняется. Да, дело в том, что у фотоаппарата немножко другая чувствительность. Его чувствительность не совпадает с чувствительностью человеческого глаза. И он это фиксирует. А мы удивляемся. То есть, мы живем в тонком мире. Я уверен, что если здесь вот фотографировать, здесь наверняка будут находить шарики, которые с удивлением будут слушать, что про них рассказывать. На этом, к сожалению, да. У нас не осталось время на ответы на вопросы. Осталось только книжки подписать. К сожалению, мы не хотим потратить. Ну, может быть, хотя бы на два вопроса. Уже все, в Ализей. Ну, ладно, ну. Не, вопрос не по теме. Ваши личные отношения... У нас завтра целая встреча, целый день. ...что хотят Исаакиевский собор передать церкви. Вот ваше личное отношение. Нет. Нет, я не буду на этот вопрос. Отвечаю. Тут масса второстепенных всех. У меня такое впечатление, что это чисто политический, чисто религиозный разбор. Не буду. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое.